Продолжение следует... Марий Буслов, где Березка? Уже третий звонок. Едут. Вы прекрасно знаете, что наш министр любит Березку. Зачем вы поменяли на ансамбль Евсеева? У министра своя работа, у меня своя. Евсеев ничем не хуже Березки. Ну, вы еще ответите за свое самоправство. У меня свое начальство есть. Продолжение следует... Надюша, привет. А ты что здесь делаешь? Боренька, нас сорвали с концерта, с мигалками провезли по всей Москве. Надюша, кого нас? Зачем? Мой коллектив открывает концерт. Боря, поверь, это не моя затея. Игорь Андреевич, а что происходит? Борис, извини. Накладка. Бардак. Надежда Петровна, я понимаю, все случилось так неожиданно. Неожиданно? Мы каждый год выступали на этом празднике, пока вы нас не вычеркнули из списка, Игорь Андреевич. Было принято решение освежить концертную программу. Вы готовы? Вам что-нибудь нужно? Нужно. Освободить весь первый ряд. Пожалуйста. Какие к черту дети? Что вы себе позволяете? Надежда Петровна, рад вас видеть. Мы уважаем доблестных советских милиционеров и всегда рады выступить на вашем празднике. Но из-за этого нам пришлось отменить концерт в детдоме. Ну, согласитесь, что это неправильно. Согласен. А в чем проблема? Виталий Васильевич, освободите для детдомовцев первый ряд. Пожалуйста. Надежда Петровна, нет вопросов. Товарищ полковник, распорядитесь разместить детей в первом ряду. Есть! Спасибо, Виталий Васильевич, спасибо. Как поживаете. Хорошо, хорошо. Как ваши дела? Мощная женщина. Линкор. Вообще управа нет. Не бывает непотопляемых. При правильном подходе. Вот и подойди, если сможешь. Товарищи офицеры, просьба освободить первый ряд. Можно пересесть чуть выше. Многоточие черным по белому Снова пишет судьба, как получится И надежда. И надежда такая несмелая. Солнце в воде И без крыльев умеют летать. Далеко Распускаются Угра цветы И спешат Исполняться мечты И до счастья Рукою подать КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас На, на, дыши Проклятая сма Залил все Ничего, я вытру Пляшу негде Ну где она может быть пляшет? Субтитры создавал DimaTorzok Барюша, у папы приступы начались опять Нужно меня подстраховать Посидишь с ним завтра? А ты не можешь? Я после технику, он к Петру Ивановичу обещала зайти Мы с ним подабуре и подыша будем отрабатывать Ну какое подабуре, Варь? Ты два года назад уже бросила танцевальное училище Все к Петру Ивановичу бегаешь Если б не папа, я б не бросила То есть папа виноват? Варь, ну это жизнь такая Сначала он о нас заботился, теперь мы о нем должны Я одна не справляюсь Я забочусь Вот и хватит со своими танцами, угомонись уже Ты шьешь так, что люди в очередь встают Лучше бы брала заказы на дом, деньги зарабатывала Лена вон платье заказала, Маруся Я все сделаю, но я танцы не брошу Хватит, я, я, я Ты о других когда-нибудь будешь думать? Я, может быть, тоже хочу И петь, и танцевать, и рисовать Только мне некогда об этих бирюльках думать Саш, да это не бирюльки Я в Москву поеду, в Березку Куда? Угостите девушку кофе А жених от поезда отстал? А жених забыл на свадьбу прийти Кофе с молоком? С коньяком И бутерброд с красной икрой Два А если на красную икру денег нет? Тогда с черной Ну давайте знакомиться Марк Каганов Дипломат Будущим Иди ты там Танцовщица Ни в каком жанре Буду в лучшем Не сомневаюсь Пятку Пятку, Лен Ну вниз пятка Четвертая арабеска Ну руки тяни, тяни Напряги руки Вот, вот, молодец Мам, я вот что думаю Может быть Вот так? Нет, так не пойдет Нет, ни в коем случае А мне нравится Тихо, не мешай, иди отсюда Послушай, не спорь со мной, пожалуйста Я лучше знаю Они должны сразу понять Что перед ними Интеллигентная Скромная Профессиональная девушка Мам Ну какая разница Какой длины юбка Самое главное Как я двигаюсь Ну тур Держи нос Голову прямо Резче, резче, резче Вот, 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 вот А на счет двигаюсь Не волнуйся В березку тебя возьмут Откуда ты знаешь Все эти просмотры Это формальность С кем надо Я уже давно договорилась Светлого тебя Берет Мам Все, давай Иди переодевайся Хорошо Иди, иди Иду Что? Иди давай Иди там, Леночка Где-где Вертится перед зеркалом Что-то в космонавты готовиться Не смешно Туда конкурс Ничуть не меньше Лена, ты идешь? Далеко собралась? Зайди В Москву А как же вы? Нам охватит Держай березку свою Раз так надо Там в Москве гостиница Есть недорогая Урал называется Угу Ты первое время Там остановись Потом может Общежитие дадут Спасибо, папа Ты перед Сашкой Извинись Она поймет Извинись 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 А теперь о главном Из Испании поступило предложение Отправить на их фестиваль народных танцев Один из наших коллективов Пока по странам У нас работает березка Совершенно верно И прекрасно работает Но Полагаю, нам нужно показать, что в нашей стране Есть много талантливых коллективов Которые можем показать Это фестиваль народных танцев А народники у нас Березка А как же коллектив Товарищ Евсеева Который тоже исполняет русский танц Или ансамбль Евсеева Недостаточно готов для фестиваля При всем уважении К ансамблю Бориса Максимовича Если у нас есть березка Зачем нам что-то менять? Они более известны У них есть свой уникальный почерк И они уже выступали в Испании Их знает местная публика Вот именно Уже выступали Ну что же мы как Прифурцевые товарищи Каждому повесили ярлык Каждому дали свое место У нас же столько Прекрасных коллективов в стране Мне кажется, мы должны дать Каждому коллективу Равный шанс побороться За место под солнцем Испании Давайте проведем конкурс Понимаю, времени мало Не будем брать все коллективы Пусть будет только Коллектив Евсеева и Березка Надежда Петровна Вы же не возражаете Не возражаю Мы конкурсов не боимся Мы готовы Мы тоже Вот и отлично Раз Раз Два Так Три Спасибо Ну куда, ну куда Ели на четыре Передать Подержи Подержите Эй, че встали? Подержите Гражданин, давайте быстрее Пассажиры уже тут Спекулянт Почему спекулянт? Мне друзья передали Куда, в простонце? В пашкентце Меня ж спросят Придумаешь что-нибудь, а? Додрожник Спасибо Секундочку Терпение Граждане Только Терпение Спасибо Спокойствие Только Спокойствие Граждане Не задерживаем выход Да, да Проходим Проходим Да, спасибо Спасибо До свидания Да Всего доброго До свидания Спасибо Спасибо Девушка, а может быть я вас подвезу? Обойдусь Всего доброго Спасибо До свидания До свидания Подписывайтесь Внимательно Не оставляйте свои вещи на вокзалах, в станциях и в поездах Подтикнительны при обнаружении бесплатных вещей и предметов До свидания До свидания До свидания До свидания Девушка, вам помочь? Я с незнакомцами не разговариваю. Ну, это не проблема. Не Алексей зовут, а вас? Метро откроется только через полчаса. Давайте я вас подвезу. Вам куда? А до гостиницы «Урала» далеко? До «Урала»? До «Урала» очень далеко. Давайте так. Вы мне с Данилой помогли, а я вам с чемоданом. Прошу. Извините. Прошу. Прошу. Кстати, в «Урал» не советую. Обойдусь без ваших советов. Денег сдерут в три дорога, а просто не грязные. Горячая вода с перебоями. С перебоями? Да. Могу отвезти в хорошую гостиницу. А у меня денег мало. Учту. Все-таки, как вас зовут? Варя. Очень приятно. Варя с «Урал». Почему с «Урала»? В гостинице «Урал». А вы откуда знаете про грязные простыни, про воду? А я не знаю. Так соврал, чтобы с вами подольше покататься. Остановите машину. Да ну что вы. Да тихо, тихо. Да что же вы так дергаетесь? Я же признался. Мог бы и не говорить. Я отвезу вас в хорошую гостиницу. Честное слово. Я вам обещаю. В Москву в гости? Навсегда. Ну вот, чисто и просто не раз. Горячая вода два. Недорого три. Ну опять придумываете. Иди проверь. А как насчет встречи? Покажу Москву. Вообще-то у меня дела. Смотри, какая деловая. Только в Москву приехала и уже дела? Ну, Варя, с Урала. Заеду за тобой в семь. Варик, где ты здесь должна быть? Да мы кругами ездим, мне кажется. Мы тут уже были. И здесь. И я. Девушка, простите, пожалуйста. А где здесь березка? А вы на просмотр? Да. А вот прям. Можете со мной пойти. Спасибо. Здесь? Мариечек, приезжай за мной через пару часов, ладно? Хорошо. О, девушка, вы же танцовщица. Ну да. А проводите меня, пожалуйста, в березку, а то у меня адрес есть, я сюда найти никак не могу. А вам зачем? А я у вас танцевать буду. Вы? Я. Тоже мне моя плесецкая. Вы наехали. Привет. 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 Снур, поехали? Спасибо, Аринька. Ой, девушка! Извините меня. Девушка, куда же вы так торопитесь? Так я на просмотр в березку. Так мы и есть березка. Настоящая березка. Настоящая. Только просмотр уже закончился. Как? Да шучу, не переживайте. Светлова ждем. Такими вещами не шутят. Удачи. Пойдем посмотрим. Когда возьмем, когда посмотрим. Да блин. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошая школа. А у тебя хорошая растяжка. Иди ты. Лена. В баре. Простите, а это все на просмотр? Ну да. А сколько возьмут? Говорят, двоих. Так, а кто последний? Куда? Ну, на просмотр. Ты же не за колбасой пришла? Надо было сначала позвонить, записаться. Кому звонить-то? Педагогу. Что мне теперь делать? Ну, не знаю. Приходи на следующий год. Нет, мне сейчас надо. Лариса Алексеевна, тушить надо. Опять похудела. Ну? А дай рецепт. А это влюбиться надо. Ой, я не могу. Ой. Мишенька, здесь сделай, пожалуйста, бас поплотнее. Он почетче должен быть, ладно? Слава, здесь добавь характер. Вы что-то хотели? Ой, простите, пожалуйста. Слава, здесь добавь характер. КОНЕЦ 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 Ты? Ты что, за мной следишь? Я? Варя, ты с Урала. А что ты здесь делаешь? Я? Я-то в Березку поступаю. А ты? А я принимаю. Да ладно. Ты что, педагог? Вообще-то я солист. Жалко. Между прочим, там заканчивается уже все. Да ты понимаешь, меня просто в списках нет. Мне нужно, чтобы за меня кто-нибудь поручился. Пойдем, замолвим за тебя словечко. А ты танцевать вообще умеешь? Ты даже не представляешь, как. Да. Ну, беги, переодеваться. Мне еще платок нужен. Найдем мы тебе платок. Ну что, спасибо. Коллеги, я думаю, что на сегодня мы закончили, да? Надежда Петровна! Что я здесь? Что? Надежда Петровна, посмотрите девочку. Она не знала, что нужно записываться. Очень хорошая девочка. Я прошу вас. Ну что, посмотрим? Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваша фамилия? Горшкова. Сколько вам лет? Восемнадцать. Отлично. Ну, что вы нам покажете? Я покажу лирический кусок «Вдоль по улице метелица метет». Пожалуйста. А как я мог ее не провести? Спасибо. Достаточно. Спасибо. Нет, вы не подходите нам. Как? А я могу повторить ваш знаменитый шаг? Наш знаменитый шаг можете повторить? Да. Я сама додумалась, как вы его делаете. Правда? Посмотрим? Интересно. Пожалуйста. Простите. Простите. Ой. Тише. Тише. Спасибо. Остановитесь, пожалуйста. Остановитесь. Додумались, но не точно. К шагу березки это не имеет никакого отношения. А я еще могу петь. Не надо. Как хотела меня мать. Не нужно. Как хотела меня мать. Ой, да за первого отдать. А тут первый, ой, да он неверный. Ой, не отдай меня мать. Поешь ты не очень. Лучше, чем танцуешь. Пожалуйста, возьмите меня. Я буду работать день и ночь. Вы не пожалеете. Нет, ты не готова. Ну, я же всю жизнь танцем занимаюсь. Где? В художественной самодеятельности. При доме текстильщиков. Красных текстильщиков. Здесь все профессионалы. Нет. Нет. Спасибо. Подождите. Алексей, знакомство с девушкой это еще не повод приводить ее на показ. Надежда Петровна, я клянусь вам. Вы встретились в коридоре, я решил помочь. Это не смешно. Пускатель-то оставь. И здесь вам не цирк. Ну, ты видела, она сама мне под колеса бросилась. Ты что, уснула что-нибудь? Зачем под машину бросаешься? Язык прикусила. Под машину зачем бросаешься? Да случайно я! Случайно! Спасли, спасибо. Только хватит мне нотации читать. Мне сегодня уже на пятилетку вперед досталось. С ней все в порядке. Она из деревни, ничего с ней не случится. Там все крепкие. Ну что, куда? В ресторан. Весник метро, это в другой стороне. Цветлова наругала. Она просто так ругать не будет. Так она и не просто так. Я все знаю. Сама виновата. Прямо сама. Что, в Москву приехала, думала сразу аплодисменты, гастроли, слава. Ага, конечно. Видали, как они там танцуют? Они? Видал. Ну вот, то-то же. Только я без танцев не могу. Понятно. Дура. Ну, с такой внешностью могла быть еще глупее. Спасибо. Не болит? Хорошо. Хорошо. Ай. Что? Что там? Надеюсь, что-то. Может, воспаление какое-то? Воспаление хитрости? Соскучилась. Вообще, а ты Светлова просила на рабочих местах. Без глупостей. Мы же с тобой практически жених и невеста. Нам положено славаться. А ты что, боишься слова? А ты нет. А-а. Я талантовая, меня везде с руками оторвут. Слава еще плакать будет. Стерва. Пошли. Марик, завтра меня не забирай. Будет суматошный день. Надо вещи собрать. Куда? Родственники уговаривают остаться жить у них. Здесь, что ли? Да. Видишь, спят уже. Скучно. Да. Я решила, что перееду в общагу. Все-таки с девочками лучше. Один коллектив. Не говори гоп. Уверена, что пройдешь? Обожаю. Значит, поступим так. Сегодня устраивайся, а завтра отметим. Поедем ко мне на дачу. Ты и я. Марик, я на дачу поеду со своим мужем или женихом. Ну и его с тобой возьмем. Смешно. Значит, нет? Я подумаю. Это тебе. Как просила. Продолжай в том же духе. И я, может быть, надумаю. До встречи. Здрасте. Здрасте. О, смотри, опять-то я припёрлся. Смотри, дитка. Еще раз придешь, на пороге ночевать будешь. И останетесь без денег за свою коморку. Да у меня желающих на мой угол. Во! А если что, полетишь отсюда в два счета. Ладно, иди. Там полы помыть надо. Лохма. Нет. Леш, попробуй Ивушки. Нет. А черемуха? Распускай олень. Лепестки свои. За рекой знакомый голос слышится. Да, поют всю ночь кусоловьи. Чего звала? А, как просмотры? Ничего. Есть из кого взять. Завтра я определюсь окончательно. Угу. Чего-нибудь новенькое готовите? Да. Еще новый танец. А что ты на ночь глядя? Нам предстоят гастроли. Скоро в Испанию на фестиваль. А Министерство культуры, точнее, товарищ Миронов, решил устроить нам отборочный конкурс между нами и Евсеевым. Чего это? Всегда мы ездили. И на этот раз поедем. А Миронов пусть потешится. Угу. Присоединяйся, может, поможешь? С удовольствием. Давай. Песня, песня соловьиная Да чего ж ты за душу берешь А ты ближе дорожку двигай Чуть отстанешь и вовсе не дойдет Ведь к любви ведет дорожка длинная Чуть отстанешь и вовсе не дойдет Распечатай эти фамилии и повесь Хорошо. Надежда Петровна, как придут эти девушки? Проводи их ко мне в кабинет и сделай чай Надежда Петровна вот сметана ткани по костюмам Гена, опять за свое Думаешь, не замечу, что сумма завышена? Надежда Петровна, ну это же очень сложно достать У вас же какие запросы? Людей надо отблагодарить Кому путевку, кому бутылочка Да и себя не забываешь Надежда Петровна Ну хорошо, хорошо, Гена, я все понимаю, благодари Но, тем не менее, смету урежь А это она утром пришла Просилась на любое место А что, не надо было? У нас же вакансия свободна А она на все рвалась Жить есть где? Гена, выдели ей койку Только место Работайте Доброе утро, принцесса Ваш допинг Не сладкий Какой ты у меня прекрасный Правда? А многие говорят, что я бабника раздолбаю Зачем тебе такой нужен? Потому что ты самый красивый Самый талантливый Ты лучший А я думаю, все самое-самое Почему замуж тогда не идешь? Леша, опять? Ну не время сейчас Я же буду идеальной женой Сразу встану к плите Мы в тебе борщи С пампушками готовить Мы с тобой растолстеем А мы с тобой ого-го Пару лет Перезки еще звездами Точно побудем Или я не права? Права, абсолютно Но еще раз посмотришь на новеньких Голову оторву Да, Ленка, мечты сбываются Мы в березке Мы молоды и красивы Теперь весь мир у наших ног Так, остается перевезти вещи в общежитие И все А я тоже решила переехать в общежитие Зачем? Ну, чтобы быть со всеми Вы там будете сплетничать Обсуждать танцы А я, я тоже хочу Да не смеши спать Мы будем без задних ног После репетиции Варь Варь, привет Видела, нас взяли Поздравляю Спасибо Что-то я твои фамилии в списках не видела Не взяли и правильно сделали Какая похвальная самокритичность Иди Варь, ну ты не расстраивайся Все будет хорошо Будут еще просмотры Угу Девчонки, а пойдемте ко мне чай пить, а? Мама будет рада Иди, ты сегодня на машине? А, нет Я не думала, что так рано освобожусь Марик меня привез Ну, я его уже отпустила Да ладно Ты же от метро шла Я видела А ты за мной следила? Нет Просто не люблю, когда других за дураков держат Девочки, ну хватит Пойдемте быстрее По-моему, сейчас дождик начнется Москва красивая Красивый город И такой огромный Да Варя, а что ты теперь делать будешь? Может быть, тебе помощь нужна? Нет, спасибо, я сама Буду готовиться У тебя все получится Да Я буду танцевать в березке Ой, какая прелесть Это же Франция У нас такая же была Папа из командировки привез Девочки К столу Эдита Вы говорили Командировка во Францию А у вас родители Папа, профессор Мама, кандидат в наук Ну, замечательно Я вот танцовщица В любом случае Здорово, что вы все вместе Будете теперь танцевать В этом славном коллективе Я тоже очень хотела Там работать Но, к сожалению Обстоятельства сложились Ну, не важно В общем, главное, что Леночка Исполнит мою мечту Бачка, а вы где учились? Я почти закончила Техникум легкой промышленности Светлова взяла Танцевать в ансамбль? Нет Я в березке уборщица Я просто пришла на просмотр И меня почему-то не взяли Но я снова буду пробовать Вы ешьте эклеры Очень вкусные Лена Пойдем Нужно поговорить Уборщица Вообще-то о таком не говорят Тебя приличные люди В приличный дом позвали А что такого? Я врать не умею И танцевать тоже Хоть чему-то научись Чему? Врать, как ты? Это вряд ли Танцевать, как я Мы с твоим папой В наш дом Всех подряд не пускаем Даже из его окружения Потому что общество Формирует личность Что ты можешь взять От этой девочки? Ну ничего Я надеюсь Больше ты с ней Пересекаться не будешь Наверное буду, мам Я хотела тебе сказать Что Я переезжаю в общежитие Ой Смотри, Варюш Какая симпатичная скатерть Хочешь примерить? Браво, браво Вот видишь, людям нравится Здравствуйте, а вы? А я, можно сказать Хозяин дома Ну, конечно, сразу после хозяйки Федор Ильич Леночкин папа Какой же вы, Ильич Вы очень молодо выглядите Спасибо Мам, да я не шучу Там просто, понимаешь Репетиции Утром, вечером В общем, режим Лена Тебе Не место в общежитии А за твоим режимом Буду следить я Мам, ты так Светлова сказала А я поговорю со Светловой Поговорите Ага А нам уже пора Подождите Так мы же еще чай не допили Пошли До свидания Я с вами И сейчас До свидания Я там маме все объяснила Ну, ты ее там успокой А мы с тобой потом поговорим Все, пока Пока Где девочки? Девочки ушли Здравствуйте, Надежда Петровна Добрый день Вы к Екатерине Валерьевне? Да, к ней Ее, к сожалению, нет Ее больше не будет Мы ее С почетом проводили на пенсию Ей там будет лучше У нас же не работа Сплошной стресс Да, быстро вы ее Спровадили Ну что же Навещу ее дома Стоит ли терять время Надежда Петровна? Она же теперь не сможет Решать ваших проблем Ваш, так сказать Особый счет закрыт Юрий Андреевич Я дружу с Екатериной Валерьевной Не из-за ее положения И связей А мой особый счет Это мой ансамбль Он же у нас не один такой Есть еще талантливые коллективы Вы же это поняли Да, конечно Коллективов у нас много Но березка у вас одна Надежда Петровна К чему нам ссориться? Мы же с вами могли бы Отлично подружиться Зачем, Юрий Андреевич Ну я же все-таки начальник Начальники у нас приходят и уходят Со всеми не надружишься У меня слишком большое мнение о себе А я думаю, не о себе Если вы это поймете То, может быть, и подружимся Всего доброго До свидания У меня все хорошо ТЧК Взяли в березку Танцовщицей ТЧК Все верно? Верно Нет Танцовщицей Вычеркните Так Сестры Комарова Помнишь? Бесят килонов двоих Помнишь? Вечно на диетах сидели Да, досиделись Пришлось сначала обеих В санаторий отправить А потом домой Жестко ты с ними А с этой новенькой Как-то обошлась Она к тебе танцевать А ты ей швабру в руки В уборщице Горшкова Да, она сама Упрямая Хотя мне вдруг показалось Тебе и показалось? Обычно ты про всех сразу все знаешь Есть в ней что-то такое Хотя если все-таки показалось То она скоро сама уедет домой Может быть все-таки сюда? Так, все Пошли я опять шарлотку спекла Пойдем чай пить А то будешь как сестры Комарова Перестань Надька, завидую тебе Правда Зависит плохое качество Да что ж такое? С чемоданом справиться не можешь Всегда папа помогал Леночка, я всегда буду на твоей стороне Ну Может быть мама права? А общежитие не для тебя Все-таки дома лучше Тебе-то виднее насчет общежитие Давай я помогу Давай А тебе не пора уезжать? А то метро скоро закрывается А я здесь жить буду Ну не прямо же здесь Тебе наверное выделят какой-нибудь угол у дворника Девчонки, привет, как устроились? Отлично Я к вам вот с гостем Здрасте Здрасте А вы у нас тоже жить будете? Кому кровать? Ой, а это мне Вот Держи Куда стоите? А Вы шутите? С жилплощадью не шутят Начальство сказало уплотнить Вот Да, там кстати чья-то сумка На лестнице не ваша? Моя Сумка моя Ну ладно, удачи Привет Привет Здорово Я с ним как раз стою А у меня белка была Когда? Я в рот Белка? Да игрушка Ну с хвостом А Меня в детстве за ней ужас как тратили Белкой? Тьфу, если бы Харьком Ну почему Харьком? Я не знаю Отряд грызунов не был А почему подарили белку? Ну мама подарила Я-то медвежонка хотел А она поехала в Москву Стояла очередь в детском Ну а у них медведи закончились Остались только эти пушистики Ну она взяла Жалко, при переезде потерялся А хотите я вам подарю белку? Подари, подари ему белку Ты не дари Она его сама накроет Да медвежонка я хотел Медвежонка Я конечно понимаю Что уборщицам не нужно Соблюдать режим Но здесь вообще-то Артистки отдыхают У тебя совсем совести нет Гошкова? Я завтра фонарик куплю Мне заниматься надо А мне спать надо У меня режим Раньше приходить надо Тогда и высыпаться лучше будешь Ах ты Ах ты Лену разбудишь Да замолчите вы Обе Подушку отдай мне Смотри, что за чудо там Гражданочка А что это мы тут ночью от ней делаем? А, танцую Тренируюсь Ага, понятно Много выпили? Чего? А, нет Вот у меня книга Паспорт предъявите А он у меня в общежитии То есть он у меня в отделе кадров Потому что я его туда отнесла Когда в уборщице устраивалась Потапов, да все понятно Забирай ее Девушка, ночь Район еще неспокойный Давайте лучше вас довезем Ну давайте Поехали Спасибо Володя Мне звонили из милиции У них там в КПЗ сидит Горшкова Варя Да Просили К ним Приехать Так отчего вы стоите Ехать нужно Так а почему она у них там сидит Да Может она влипла во что-нибудь А я ее на работу взял И что я теперь Светловой говорить буду Геннадий Иванович Зачем говорить Не нужно Светлова здесь будет до вечера Да Да Давайте вместе съездим Точно Поехали Да Мужчины спины взяли Ярче движения Девушки Приготовились Что скажете Игорь, ты же сам видишь Новенькие как обычно Умирающего лебедя дают А нам Другая пластика нужна Но это дело времени Подтянем Давай ломай Нет тут таких талантливых Чтобы я Под них хореографию переделывала Понятно Вы директор А вы? А я водитель руководителя Что наша уборщица натворила Так а что В парке танцевала Так а это что Уже запрещено что ли Да нет Тьфу ты Ну вот опять Нет конечно Думали просто сумасшедшие Вот и задержали Для выяснения личности Но личность я подтверждаю И я Можем ее забрать Да До свидания Геннадий Иванович На выход Ждем на концерте Спасибо До свидания Надежда Петровна Тимофей Ты в прекрасной форме Так и держи Хорошо Иди на депутат Надежда Петровна Здравствуйте Простите за беспокойство Очень важный разговор А вы вообще кто? Я мама Леночки Фомичевой Вашей солистки Маргарита Павловна Помните вам звонили Когда она поступала Ну помните У меня нет солистки Елены Фомичевой И мне никто не звонил И вообще Я отбираю артистов Исключительно по степени Их талантов Нет 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 Простите Я не так выразилась Что вы хотели У меня совершенно мало времени Ой ой Я хотела вас попросить Поговорите пожалуйста С Леночкой Она живет в общежитии Там жить Ну невозможно Она домашний ребенок Скажите Ваша дочь Совершеннолетняя? Да Ну вот и отлично Всего хорошего Подождите Мне вам сувенир Ой А вы что продаете духи? Нет Я их пью Угу Угу Идите Я буду на сэр Угу 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 Стойте! Что за идилла ты на дороге? Ведро оставляет! Это я! А? Тогда понятно! Что тебе понятно? А чё ты меня так взглядом-то пилишь? Сажу останется, убирать придётся! Уберу, не волнуйся! Ты чё, обиделась что ли? Ты зря, кстати, со Светловой спорить начала, она этого не любит! А я не люблю, когда меня от работы отвлекают! Ах, извините, что отвлекаю вас от такой важной работы! Покровский! Мало того, что опаздываешь на репетицию и являешься с грохотом, как лягушонка в коробчонке! Ты ещё имеешь наглость вести светскую беседу! А вы, барышня, запомните на будущее! Во время репетиции вообще не имеете права заходить в зал! Катя! Псс! Псс! Леш, ну перестань! Ты ж не врач! Я просто переживаю! А ты переживай лучше с этой уборщицей! Ну я её убью, если у меня что-то с ногой случится! Ну вот при чём здесь она? А ведро чего? Зачем она вообще в зал припёрлась? Кать! Ну что ты как... Угу, защищаешь её? Ну-ну! Вы мне поесть спокойно дадите или нет? Что случилось? Вот... Ну ты-то здоров! Покиньте помещение всё! Я понял, понял! Ну давай, снявай! Псс! 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 Опять неприятности! Да не виновата я! Не хотела я никого калечить! Честное слово! Варь, тебя никто не обвиняет! Всё будет хорошо! Помочь? Да ладно, сама справлюсь! Я не об этом! Со Светловой поговорить? Ну поговори! О, вот ты где! Здрасьте, Маргарита Павловна! Здрасьте! Мам, а что ты здесь делаешь-то? Что? Пришла посмотреть на твои успехи! Здрасьте! Ничего, педагоги хвалят! О, это хорошо! А вы почему не в зале? Да у нас перерыв! Эта провинциалка, Варвара Краса, поставила бедро с водой под ноги нашей солистки! Ну, та упала и подвернула лодыжку! Она не специально! Слушай, не будь такой наивной! Если бы это была ты! Ты бы её тоже так защищала? Мам, я не защищаю! Варя просто не такая! А какая? Неизвестно чего можно ожидать от этой провинциалки! Мам, ну хватит! А я с вами абсолютно согласна, Маргарита Павловна! Если бы моя мама здесь была, она бы сказала то же самое! Здравствуйте! Бездорности пробьются сами! А таким талантливым и скромным людям, как ваша Лена, нужна поддержка! Вот! Не веришь мне, поверь, идите! Тысячи девушек из всего союза хотят оказаться на нашем месте! Ну, мало сюда попасть! Главное удержаться и пробиться в состав! Ну, в одиночку не справиться! Но вы можете не переживать, Маргарита Павловна! Мне Лена нравится, и я всегда за ней присмотрю! Вот видишь, как тебе повезло с подругой! А вас я жду завтра на ужин! Спасибо! С удовольствием! Ладно, иди сюда! Мама! Нет, ну нет! Все! Все! Трудись! До завтра! Жду вас! До свидания! Не мама, а танк! И вот так вот всегда! Ты нормальная мама! Ей хотя бы не все равно! Так твоя такая же! Ты сама говорила! Ну, да! Наивная ты, Ленка! Пойдем, мне Ренальд шоколадку дал! Я не ем шоколадку! Да ладно! Так, сейчас я аккуратненько! Болит? Так нет! Ну-ка, давай стопу на себя! Все? Больше не могу! От себя? Могу! Ой, не надо! Все очень плохо! Да! Придется ампутировать! Шучу! Садись! Ну что, визуальных повреждений нет! Воспаления тоже! Подозреваю, что это банальное растяжение! Сейчас выпишу тебя больничный, посидишь недельку дома! Никит, какой дома? У меня репетиции, ты что? Как ты танцевать собираешься? А если я очень-очень попрошу? Послушай, если тебя станет хуже, что скажет Светлова? Не станет, обещаю! Катя! Ну хорошо, скажу педагогам, чтобы они тебе пару дней не давали нагрузку! Никит, ты чудо! Я знаю! Ложись, зафиксируй! Светлова Нет, нет, не то! Понимаете, вы играете как кадриль здесь, как плясовую! Мне это не нужно! Мне нужно, чтобы вы сыграли плавно, как течет река! Легче, шире, лиричней! Да? Попробуем? Давайте! Попробуем, понижнее! Ладно? Попробуем! Ладно? Попробуем! Может быть, да. Ну, продолжайте без меня. Я, как всегда, не вовремя. Ты не можешь быть не вовремя. Толя, ну все из рук вода. Надо выпить какао. Вот ты всегда знаешь, что мне надо. Это факт. Ой, простите, господи. Я светло караулю. Извините, пожалуйста. Ой, наблюгалась сильно. Ой, ребята, слышите? Я не могу ее неделю уже достать. Она новая... И вот эта. Новая задумка у нее, а я ее ловлю, понимаешь ли. А у вас платье какое? А фасон, а силуэт. Мне тоже очень нравится. Разбираешься? Конечно. Я техникум легкой промышленности закончила. Ух ты. А я знаю, что же в детстве в физиологический кружок ходила, хомячков лечила. А ветеринаром так и не стало. Между прочим, Кристиан Диор в 55-м году этот асилуэт придумал. Был фасон трапеции, он ему бока вырезал, вот и получилось. Надо же. Да, а платье у вас на бальное похоже. Если ему талию приподнять, вот точное асилуэт получается. Так видишь бы хрома понизу. А это визуально и поднимает талию. А, хитро. А я не поняла. Так у тебя же техникум. А у меня пять коридоров академии. А можно я как-нибудь ваш костюмерный цех посмотрю? Можно. Почему как-нибудь? Пошли сейчас. Пойдемте. Пошли. Я сама напугалась больше, чем ты. Вот дура такая. Ой. Ничего не выходит. Нам нужен номер. Я говорю, а меня как будто никто не слышит. Как роботы играют? Все одно и то же. И все не туда. Сплошные штампы. Надюш, ты слишком строга в себе. Мне не хватает времени. Березка всегда была впереди всех. На голову выше. А сейчас мы уперлись в потолок. Сплошной самоповтор. Сколько лет я тебя знаю. И каждый раз, перед каждой новой постановкой, я слышу от тебя одно и то же. Ничего не выходит. Мы уперлись в потолок. И каждый раз я снова вижу шедевр. Толя, только не в этот раз. У меня для тебя сюрприз. Пожалуйста, завтра вечером ничего не планируй. Я не могу. Мне надо работать. Поверь мне, это стоит того, чтобы отвлечься. Я заеду за тобой в шесть. Да. Ой, какая ткань необычная. Угу. Мокрый шелк. Да. Да? Да. Только обработана каким-то составом. Это мы специально по заказу Светлова делали. Так ткань же неуправляемая совсем. Ее как не верти, а швы все наружу будут. Да и девчонкам в ней трудно двигаться будет. Она объем не держит. Точно. Я ее предупреждала. Ну разве ее переубедишь? Тоненькая, но какая фактурная. А? Нет, все-таки со сцены при свете очень красиво будет. Угу. Искриться, да, как бусинками? Угу. Переливаться. Подержи вот тут меня. Вот родила и расцелстела. В боках нет места расширять. Может, вот тут вставки как-то думаешь? Так а чего тут по шву разрезать и две резиночки вставить? Да? Ага. Так где, говоришь, твой техникум швейный находится? А можно я кокошники посмотрю? Ой, я. Ну да. И помирить можешь. Ой, принцесса. Нет, не принцесса. Королевна. Королевична. Ай. Успокойся уже. Ты так в обратную сторону скоро сложишься. Не будни уже, а. Тебе все равно, хоть ночью буки жми, что-нибудь задерживаться. Ну. Ой, качуха, качуха. Кать, ну ты как? Не дождетесь. У меня сердце в пятки ушло, когда ты упала. Я не думала, что она так подло тебя подставит. Ты о чем? А вы думаете, она случайно ведро с водой оставила в зале? Она не так проста, как кажется. Девочки, я таких вот тварь навидалась. И стекло в туфли подсовывают, и иголки втыкают в костюмы. Меня приглашали в Таллиннский театр оперы и балета. Так вот, такая вот тваря заберла меня на время прослушивания в туалете. Ну ничего, я девочка сильная, дверь выбила. Ее не взяли, она теперь всем нам будет мстить. Ты права, я этого так просто не оставлю. Как тебя зовут? Иди-то. Надежда Петровна, я не виновата. Это все, это уборщица из... За свои ноги, Катенька, надо отвечать самой. Девочки, с сегодняшнего дня начнем подготовку к новому номеру для отчетного концерта. Времени немного, поэтому репетиции народного станка заменяем постановочными. Пропуск одной репетиции, вылет из основного состава. Заканчивай быстрее, мне надо работать. А я сейчас. А что у вас с Катей? Я виновата, но я не нарушена. Если по твоей вине ансамбль лишится солистки, ты уйдешь. Толькан. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Саша, Саша, это я. Да, прости, что пропала. Как вы? Как папка? Варечка, привет. Папа, нормально. Телеграмма твоя дошла. Слушай, я все деньги, что я взяла, я верну тебе. С получки пришлю. Ну что, да не надо. Папа очень рад, что ты танцуешь в Березке. Всем рассказывает про тебя. Он уверен, ты прославишь нашу фамилию. Варя, ну а я, честно говоря, не верила, что у тебя получится. Саша, я... А это кто вам позволил? Я потом позвоню. Кто позволил вам звонить по телефону? По межгороду разговаривали? А оплачивать будет Надежда Петровна. Я? Я все оплачу? Разумеется. Просто я вас вычту из расчета при увольнении. Подождите, пожалуйста, не увольняйте меня. А что мне еще прикажьте делать? Может быть, выговор уборщице объявить? То вы в милицию попадаете. Теперь вот это не многовато за один день. Геннадий Иванович, Варвара не виновата. Это я сказал ей, что можно звонить из этого кабинета. Но вы никогда не... Можете увольнять меня? Ну, за разговор-то оплатить-то придется. Геннадий Иванович, и ни в чем себе не отказывайте. Чтобы вот этого больше не повторялось. Ваня, ты что, ну? Не хочу быть вам. Долго. Освободите помещение, работать мешаете. Но чтобы вот этого вот больше никогда не повторялось. ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Это ты? Привет. Рад, что тебе легче. Если бы. Да, талантливый человек талантлив во всем. Ты не только талантливая танцовщица, ты еще и музыкант, и актриса великолепная. Кать, я видел, как ты упала. Просто подскользнулась. Нога в порядке. Володь, напомню, ты когда получила медицинское образование? Варя тебе ничего плохого не сделала. Поэтому либо ты скажешь всем правду, либо это сделаю я. Фирменная? Угу. Родители за границей привезли. Папа маме тоже такую же купил. А на тебя что, денег не хватило? Хочешь, могу достать. Мама говорит, что это все вредно для кожи. Аллергия может быть. Заботливая у тебя мама. А мы им без разницы, дома я или нет. Все в своих проблемах. Симпозиуму, командировки. Как будто меня и нет. Ну. А хочешь, мы их родителей разделим? Моя заботливая мама, хватит на всех. Кстати, ты первая подруга, которая ей понравилась. Ну что, новенькие, запарились? А что, старенькие, есть варианты освежиться? Ну? До следующей репы еще часа полтора. А тут за углом есть хорошие пирожковые. Мы угощаем. Конечно. А это далеко? Пирожковые? Друг другу угостите. Зря отказываетесь. Кормят там что надо. Ну, думайте, приходите. Ага. Бежим, спотыкаемся. Ну, ладно. Пока. Ты чего? Вроде бы хорошие ребята свои. Хорошие ребята в пирожковую не приглашают. Хотя бы в Прагу, ну или на крайний случай в Паргорьково. Да не волнись. Я знаю, что делаю. Я же обещала твоей маме о тебе заботиться. Всем здравствуйте. Построились. Встаньте на финал, ребят. Нет, не нужно. Опустите руки. У меня объявление. Нам предстоит выступление в сборном концерте в Туле. Программа старая. Всем знакомая. Сегодня отбираем основной состав. Выступаем с топотухой. Всем понятно? Катюша, прошу на середину. Я? Мне поискать другую Катю? Хочу посмотреть твое вращение. Пожалуйста. Алексей, прошу. Сильно болит? Попробуй еще раз. Прошу. Дроби. Дроби. И... Ну что ж, ваши аплодисменты нашей Санечке. Продолжайте репозицию. Ребят, встаньте, пожалуйста, на линию. Девочки, закройте свои лица. Простите меня, пожалуйста. Ты должна просить прощения не у меня. Прости. Всего доброго. Продолжай. Приготовились. Можно. Продолжаем. Привет. Привет. Иди, куда шёл. Значит, нужен, а ты? Ну, это хорошо. А если я к тебе и шёл? А нам с вами точно не по пути. Ну, тогда... Держите. Не надо. Берите, берите. Это всё равно куплено на ваши рубли. Когда в следующий раз помощь понадобится, пригодится. А то, я так понимаю, мечта о танцах откладывается. Временно. Ну, это правильно. До свидания. Товарищи! Товарищи! Это мы в Сочи. Это вот я. О, это сам Юрий Петрович Буренков. Вручает папе знак почёта. Да, я знаю. Мой папа с ним работал. Вы же говорили, что он профессор. Или он тоже врач? Ну да, профессор. Он военный врач, хирург. Добрый вечер, дорогие мои. О, привет. Здравствуйте, Петр Ильич. Привет. Здравствуйте. Ну, куда грязными руками? Ну, грязными всегда вкуснее. Тогда я возьму кусочек. А тебе достаточно? Мам, я ещё даже ничего не ела. А тебе не надо. Идочка, угощайтесь. Спасибо, я вечером не ем. Кстати, у Эдиты папа знаком с самим Буренковым. Да? Да. Знаете что, когда ваши родители приедут в Москву, вы обязательно их приглашайте к нам в гости. Обязательно. Спасибо, но их уже сложно куда-то вытащить. Папа уже никуда не ездит, а мама без него тоже. Почему? Ну, у них просто очень большая разница в возрасте. Представляете, мама была его студенткой. Самой выдающейся. И, представляете, такая любовь. Ну, печально. В смысле, нет, интересно. Кстати, расскажите о них. Обязательно, но в следующий раз. Нам уже пора. У нас режим. А может ещё посидите? Ну, конечно. Да нет, ну, нас ругать будут. Петь, проводи девочек. Конечно. А то уже темно и поздно. Конечно. Спасибо, всё очень вкусно было. Спасибо. Спасибо. Мама, можно мармеладку? Нет, можно, можно. Тебе нет. Можно, 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 можно. Здесь всё о твоём отце. Оказывается, ты его нашёл? Да. Нет, ребята. Ты такой вот 여러분, ребёнка. 一個 потому, да, 해야, да. И сейчас залезли вопросов по пути. По путиляются узнаём? Спасибо. Я смотрела, у меня нет, понимаешь. Мы находимся с Pearками, ты… беспоко våрира. Б Musени говорит в таких tornar ср Roy, ты켜, чтобы проверить просто exclusive. Уже, кто делает папа? Да, не 말을 трат uses морозовую. УÁ, моя помощь. Оказывается, он до самого Берлина дошел. Приказано было взять любой ценой. С потерями не считались. Тогда многие пропали. Здравствуйте, мои родники, доченьки. Нина, Натюшенька и жена Аннушка. Сообщаю вам, что я жив и здоров, чего и вам желаю. Нахожусь я уже в шестом западном государстве. Совершаем большие марши. Мимо нас проходят тысячи немецких пленных. Через три дня будем форсировать Одер. Драка будет страшной. Но ничего, Днебр брали и Одер возьмем. Сильно за меня не беспокойтесь. Одер хоть и широкая река, но ей далеко до нашей матушки-волки. А Волга я переплывала не раз, сама знаешь. Становится темно, пора заканчивать. Нюся, я выслала вам посылку. Не знаю, дойдет или нет. В общем, не удивляйтесь, если даже придут опилки, ведь и у нас подлецов хватает. Посылки я выслал, немного лосевой кожи. Приеду, пошлю Надюшке и Ниночке красивой обувь. Крепко целую тебя и девочек, ваш муж и отец сержант Петр Светлов. Варя, ты поужинала уже? У меня там котлетки рыбные остались. Бери и кушай. А ты? Я уже поужинала. Только сковородку помыли себе. Спасибо. Ты как с голодного края. Поужинать забыла. Спасибо, очень вкусно. И продуктов не купила. Деньги закончились? Кать, все нормально. Вот, держи. Мне родители передали, кушай. А что это у тебя за номер? За джинсами в очереди стояла. Ну, красуйся. Смотри. А что это они большие такие, мужские? Ну, какие достались, такие взяла. Правда, теперь в ума не приложу, что с ними делать. Давай я тебе все подгоню. Правда? Ты умеешь? Угу. Спасибо, Варька. Красавцы. Буденовская порода. Милиционеры? Папа очень любит лошадей. Здорово. Я тоже. Я в детстве марки с ними собирала. Всегда мечтала, что научусь ездить верхом. Что же вам помешало, Эдита? Мама. Она постоянно переживала. Думала, лошадь принесет, и я упаду. Ну, это ерунда. Это нонсенс. Если лошадь перешла на рыс или на голубь, значит, ее что-то очень сильно напугало. Лошадь – самое спокойное животное на свете. А вы ездите верхом? Я – нет. К сожалению, нет. Но я хожу на скачки. Папа каждые выходные ходит на ипподром. А в талере нет скачек. Да? А хотите, вместе сходим на ипподром? Да, конечно. Мы как раз с Леной думали, как провести выходной день. Правда, Лен? Ну да, но мне кажется, скучно будет. А Маргарита Павловна? Нет. Маргарита Павловна не любит шума, крика, не выносит запаха лошадей. Нет. Ипподром для нее не существует. Ты как? Все хорошо. Ты даже себе не представляешь, что ты сделал для меня. Я вспомнила маму. Она ждала его всю войну. И все годы после. Пока не умерла. Я так переживала за нее и плакала по ночам. Толя, я теперь поняла, как я смогу достучаться до каждого. Понимаешь, зритель приходит на концерт Березки за праздником, красотой. уходит восторженными, счастливыми. И весь этот идеальный мир так далек от нас всех. Идеал и существует, чтобы быть незастяжимым. Или я чего-то не понимаю? Нет, ты все правильно понимаешь. Просто я хочу, чтобы мой зритель увидел свою жизнь через переживания, сочувствия и слез. Катя, готова. Спасибо, Варька. Иди, примеряй. Смотри. Смотри, как классно. Супер. Спасибо, Варь. Держи. Катя, ты чего? Я денег не возьму. В ателье бы все равно дороже взяли. Хочешь мне помочь? Все, что хочешь. Научи меня, пожалуйста, танцевать, как вы. Чего? Ну, правда, я очень старательная. Ну, ты даешь. Ладно, Варька, ты клевая. Я тебе помогу. Давай завтра, после репетиции. Договорились. Хорошо. Варь, а мне подошьешь? Ну, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Гулял, что ли, всю ночь, раз с утра отсыпаешься? Нет, спал просто. Лучше, чем в медицине. Шучу. Светлова вызывала, а сама так и не вышла. Бывает, к Надежде Петровне вдохновение приходит не только в рабочее время. Ладно, жди. Варь, я тут подумал, может, может, сходим кто-нибудь? Куда? В кино. Или просто погуляем, завтра выходной. Ты что, меня на свидание зовешь? Зову. Прости, Володька, мне сейчас не до свидания. Понимаю, не хочешь в кино, давай на ипподроб. В другой раз. И точно не на ипподроб. Ну, тогда давай в пирожковую. Ну, правда, посидим, поговорим. Диета. Надо. Привет. Привет. Вあります. Вспомните, у каждого из вас были моменты, когда вы не верили в себя, но продолжали делать то, что я требовала от вас, и у вас все получалось. Запомните то, что чувствуете сейчас. Потому что именно эта эмоция мне понадобится в конце первой части нового номера. Ну, а теперь музыку. Девочки, я первая. Хорошо. Варь, тихо, не падай. Слушай, скажи, пожалуйста, ты сможешь мне вот в это платье вшить кружево? Я кружево сейчас возьму у Ларисы, мне просто совершенно не в чем пойти на день рождения. Пожалуйста. Хорошо, сможешь? Давай, держи, держи. Пакет, держи. И смотри, у меня больше нет, но надеюсь, это... Ой, не надо, не надо денег. Возьми, возьми. Варь, давай начнем с первой дроби в топотухе. Самой простой. Руки на поясе, сели в плее. Настроение праздничное. Удар делается полной стопой. Давай. И. Давай вместе. И. Корпус откинь назад, подбородок чуть наверх. Так. Молодец. Неплохо. Теперь покажу тебе вторую дробь. Она посложнее. В костюме у нас есть фартук. Мы его поддерживаем ручками. Так же сели в плее. Смотри. Попробуешь? Давай вместе. И. Голова вместе с корпусом работает. И. Не получается. Будешь работать, все получится. Что здесь происходит? Надежда Петровна, Варя попросила показать ей пару движений. Катюш, на сегодня все репетиции закончены. И мне важно, чтобы ваше тело отдохнуло, и вы набрали сил. Простите. Это я во всем виновата. Чтобы больше в нерепетиционное время я вас в зале не видела. А что касается вас, ждем на наших репетиций. Танцуйте вы неплохо. Посмотрим, что с этим можно будет сделать. А сейчас займитесь своими основными обязанностями. Лариса Алексеевна, можно приберусь? Можно. Что ты мозолишь? Варти ждет. Что-то все не то, все уже было. Не знаю, что придумать. Ой, ну ты путайся теперь. Что, не получается? Не получается. Ой, что за денек сегодня. Господи, куда я карандаш делаю, не знаю. Где мой карандаш? Ты что, себе позволяешь? Ты что, мне тут портишь все? Ты что вообще? Ты что, себе позволяешь? Ну-ка, подержи вот так рука с той стороны. Оно, вот так. Вот так держи, вот так. О! И так тесемочку по лямочкам пустим. И на красном манжете. О, как заиграла! Всего лишь цвет. Прелесть. Ну все, иди. А можно костюмы посмотреть? Мой, нянь. Так вот, ваш карандаш. Спасибо. Здоровски. Детский сад. Давай, давай. Давай! Обгоняй его! Давай, давай! Вперёд! Как это может нравиться? Лошади просто бегут. Не, я понимаю, ещё люди, вот это вот спор. А здесь, ну, просто лошади состязаются. Идит, тебе правда это нравится? Конечно, я очень азартна. Давай, вперёд! Смотри, там, по-моему, Володя. Где? А вон. А, да, это вон, точно. Пап, пап, я ненадолго, ладно? Там знакомые с берёзки. Давай, кнопка, давай. Играешь на скачках? Привет, да, да. Ты с девчонками? Не-не, я вон там с папой и с Идитой. А ты один? Да, да, я варю. Варю звал, но она, она отказалась. Ну, ладно, я пойду, а то малые мои будут искать. Да-да-давай. Давай, давай! Давай, маяк, давай! Давай, вперёд! Давай! Вперёд, вперёд! Вперёд, вперёд! Вперёд, вперёд! Вперёд, вперёд, вперёд! 25, 25, 26. Труженица ты моя! Запугала. Иногда мне кажется, что у меня в ансамбле собрались все трудоголики страны. Да, вот так вся жизнь на работе и проходит. Это правда. Я тебе говорила, что я самый счастливый человек на земле, потому что у меня работают самые талантливые люди на земле. Ой, Надя, Надя. Интересное сочетание, Ларис. Молодец. Это Варя придумала. Уборщица? Встреча она, оказывается, швейли техникум закончила. На все руки мастер. Угу. А что, она так же хорошо танцует, как и шьет? Нет. Пока нет. Но она способная. Посмотрим. Хочу понаблюдать за ней. А пока отдай ее мне, помощнице. Забирай. Отлично. Поздновато ты. Ну, там было столько народу, пока все вышли. Ужин греть? Нет, ужин мне не греть. Ужинать я не хочу, моя дорогая. Ой, ты что думаешь? Ты чего такой веселый? Ну, так маяк пришел первым. Понимаешь, первым. А я только на него всегда ставлю. Подожди, ты что выпил? Я? Ну, я выпил, ну, я выпил пару кружек пива. Ну, я праздновал его победу. Пиво? Пиво? Ты пиво не пьешь 10 лет. Ну, а тут взял, выпил. Ты знаешь, я, наверное, все-таки чем-нибудь поел. Даже с тобой что-то происходит. Тебя разогрей. Дорогие артисты, поздравляю вас с новым товарищем в нашем коллективе. Варька, я желаю тебе стать солисткой. Ура! Да подождите, мне бы хотя бы в состав попасть. Пойдем. Привет. Привет. Дит, давай к нам, мы шампанское пьем. О, шампанское после пива только не это. Кто тебя пиво заставлял пить, а? Все, вам расскажи. Есть у меня один поклонник. Все в нем прекрасно, кроме любви к мещанским напиткам. Да кто там? Коля! О, это надолго. Можно побыстрее? А что отмечаем? Варька угощает. Светлова ее до репетиции допустила. Пока не официально. Это как? Вот так Варька станцевала, она и разрешила. Подержи. Это она из жалости. Почему она такая? Барня, слушай ты ее. Она завидует. Она права мне, еще далеко до вашего уровня. Ой, все, главное ты с нами. Все, давайте выпьем. До Светлова. Правильно. Ура! Ура! Лариса, она и месяц сегодня отработала уборщица. Как ей бухгалтерия будет начислять зарплату? Гена, меня это не колышет. Светлова разрешила мне ее забрать. Ну, можно она доработает хотя бы месяц. Где я сейчас сразу новую уборщицу возьму? Ну, Ген, ну полы тебе любая вымоет. А мне нужно опять умешать с руками и с головой. Понял? Ну, можно хотя бы, хотя бы после Тулы. Рук на все не хватает. Ну, давай, ладно. Ну, и погодка. Весь город смоет. А ты чего тут? Все наши в Тулу собираются. Новенькие не едут. А меня Лариса с собой берет, как помощница. А что это за упражнение, Лен? Варя, ты чего пришла? Иди, мой полы. Вообще-то, я теперь с вами заниматься буду. Мне Светлова разрешила. Так занимайся. Мне только не мешай. Лен, ты что, не рада, что я с вами заниматься буду? Я очень, очень рада, Варя. Лен, что происходит? Варя, Скажи мне честно, только правду. Между тобой и Володей что-то есть? Что? Лена, нет! Мы же просто друзья. Ага, я его на ипподроме встретила. Он даже там про тебя говорил. Лен, да честное слово, ну нет. Нет, нет, нет. Мы просто, просто друзья. А как ты думаешь, я могу ему понравиться? А почему нет? Хочешь, я пойду, но спрошу? Нет! Я не хочу и вообще никому не говорю. Хорошо, никому не скажу. Но ты мне за это покажи свой поворот. Это не поворот. Это народное фойте. Вставай. Варя, сумку-то убери. Кудепье, плие и поворот. Раз, два. Варя! Варя! Подожди, сейчас я за врачом сбегаю. Ни фига себе. Давайте бегом. Давай. После договорим. Ой, давай, закрывай нас. А Варя где? Я просила ее помочь. Держи. Быстрее, быстрее, быстрее. Садитесь, садитесь. Раз, два, два, три. Пописать. Ой, 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 все, все. Сядь в мою машину. В мою машину сядь. Значит, ты все-таки решила ехать. Ты посмотри, что творится. В Туле ночью был ураган. Провода оборвало. Электричества нет. Концерт нужно отменять. Я говорил с другими коллективами, все согласны. О чем ты? Люди ждут. Нет, я не отменю выступление Березки. Ну вот ты как всегда, вот, упертая. Мы к ним приедем потом. У меня нет потом. График жесткий, все расписано наперед. Сейчас, значит сейчас. Ну я-то своих уже отпустил. Мои готовы. Извини, мне надо ехать. Да ну подожди ты. Нам с тобой кое-что нужно обсудить. Только если это касается творчества. Сплетни я прошу тебя, оставься в принципе. А если эти сплетни касаются твоего творчества? Варя. Может я могу чем-то помочь? Давайте я нам подержу. Нет, давай ты лучше руку подержи. Как тебя, Варя? Варенька, ты давай, пока я еще ничего не делаю, успокойся. Войдите! Ты смотри, вошло. Вот и хорошо. Ой, а не больно. Конечно. Тебе повезло, что связки целы. Связки? Уборщицу я еще не ремонтировала. Между прочим, я не уборщица. Она танцовщица. Оттанцевалась, милая. Милая, теперь с танцами может быть покончено. Да я еще не начинала. Ну и не начнешь? Нельзя сразу давать такие нагрузки. Хочешь танцевать дальше? Ладно, постараюсь тебе помочь. Могу? Подержи ногу. Вот так вот? Вот так вот, да. Могу порекомендовать тебе одну методику для быстрого восстановления после травм. Хорошо, я готова. С Алексеем Покровским знакома? Нет. Будет прекрасный повод познакомиться. Я ему помог разработать одну методику. Там техника движения, нагрузки на определенную группу мышц, ну и укрепляющее упражнение. Вот так. Клади. Угу. Все? Спасибо, мне бежать надо. Бежать это громко сказано, деточка. Ковыляй и очень медленно. Вот так вот. Ну, сейчас я сумку принесу. Так, зонт. Давай. Куда же вас таких берут? Спасибо. Не за что. Стойте! Ай, стойте, стойте, стойте! Стойте! Меня забыли! Господи! Ай! Где ты ходишь? Живой! Быстро! Боря, а ты помнишь, три года назад в Москве был такой дождь, что даже движение стало? И концерт был под угрозой отмены. Да помню. Пока мы все в автобусах сидели, твои с костюмами на метро приехали. И танцевали, пока все не приехали. И программа не была сорвана. Помнишь? Надежда, ты знаешь, что я уважаю твои принципы. И в конце концов, мы занимаемся одним делом. Просто я хочу, чтобы ты об этом помнила, когда нас пытаются сталкивать илбами. Но ты же знаешь, что сплетни меня не интересуют. Это не сплетни. Рано или поздно министерство перестанут терпеть твои выходки. Никто не будет разбираться, что ты все делаешь из благих намерений. Они мыслят другими категориями. Если ты не поддаешься контролю, ты для них опасна. Я всего лишь делаю то, что должна, Боря. Эх, Надя, Надя. Сломают они тебя. Посмотрим. Вы что делитесь-то? Я думал, давно повесили уже. Давай, выше, выше. А ты что встал здесь? Убирай, убирай, Надежда Петровна. Здрасте. Я, конечно, ждал, но до конца не верил. Правда, кроме вас никто не приехал. Значит, будем выступать одним. Но электричество до вечера вряд ли починят. Если мне не изменяет память, электричество изобрели сто лет назад. Сто шесть. Тем более, до этого тоже как-то танцевали? Выгружаемся! То есть, вы будете выступать без света и звука? У нас есть инструменты, сыграем громко. А вот насчет света... Гена! Ген! Вот и настал твой очередной звездный час. В смысле? Сделаю. Давай. Здрасте. Едем? Мысле едем. Куда? Во все хозяйственные магазины города Тулы. Прямо во все? А может и не хватит. Давай. Давай, давай. За руль. Садись, герой труда. А, нет, спасибо. Слушай, у меня знакомая хорошая работает у Славы Зайцевой. Так вот, она тебя может взять хоть завтра с хорошей зарплатой. Так подумай. Хорошенько подумай. АПЛОДИСМЕНТЫ Ты правда достойна. Ты можешь стать хорошим модельером. Так а я, если пойду, я же не смогу уходить на репетиции. Ну да. Ну, ты должна сделать выбор. Я понимаю, что себя во вред говорю, но... Второй раз не позовут, учти. Не, Лариса Алексеевна, я не смогу. Да? Я хочу в пироску. Лучше быть костюмейшей, чем уборщицей. Правда? Тише. Мы тебе столько платить не сможем. Лучше быть костюмейшей, чем уборщицей. Поздравляю тебя с выступлениями в турнике. Мне передали, что ты отлично там все придумала с фонариками. Может, используем их в Испании? Нет, нет, нет. Для Испании я готовлю другое. Помощнее, чем фонарики. Фактически, прожектора. Ну, попытно. На генеральной ты увидишь. Надеюсь, что одобришь. Я в тебе не сомневаюсь. Я же твой давний поклонник. Ты мой самый дорогой поклонник. Хочу тебя предупредить. Миронов под тебя копает. Я не знаю, чем ты его достала, но будь осторожней. Мне от него ничего не надо. Он сам на меня взялся. Он хочет проявить себя. И поэтому цель для охоты выбирает покрупнее. А его можно как-то приструнить? Да нет. Он хитер. Действует в рамках своей бюрократии. Хочешь, я поговорю с ним? Ну, не как сотрудник и куратор. А так, неофициально. Не надо, Толя. Иначе он воспримет это как мою слабость. Хорошо. Хорошо. Ну, если вдруг. Раз, два, раз, два, три. Многие из вас уже знают, что я вам скажу. за эту милую девушку. Варвара Огоршкова. С сегодняшнего дня она допускается на репетиции как стажер. Прошу любить и жаловать. Плесовое спасибо. А сейчас, Катюша, Алексей, пройдем ваш номер. Катюша, Алексей, Ну что ж, для начала неплохо. На сегодня репетиция закончена, все свободны. Спасибо вам, Катюша. Подождите. У нас с Лешей есть очень важное заявление. Кать, давай не сейчас. Алексей сделал предложение и да, Лешенька, я согласна стать твоей женой. Странная, Катюха, ты что так долго думала? Леша клевый парень, а отличная пара. И правильно делала, что думала. Клевое, это когда погулять, пороженку поесть, а муж, это дело другое. Девчонки, да я скоро на пенсию. Там уже не особо пообираешь. Отдашь. Угу. Ну, вообще-то, Катя не такая. Ой, слушай, знаю я этих 30-летних. Кто бы позвал? По себе людей не судят. А мне не 30. 35? Французская? Да, лучше, чем у мамы. Ну, как обещала. Где ты все это берешь? Места надо знать. А Светлова даст нам пожениться? А что, может запретить? А, указом райкома и правкома. Светлова строгая, конечно, но не зверь. Просто у нас график сложный. А в семье график свой. Постираю, убери. А если еще и залетит, у-у-у. Не, Каська точно не залетит. Иначе вылетит. Не опаздывай. У нас этого не любят. Идем, идем, ушем. Да, Варь, идем? Варь. Варь, ты что, боишься, что ли? Боюсь. Варя, ты самая смелая. Идем. Пойдем. Это мое место. Извини. Всем доброе утро. Здравствуйте. Я Варвара Горшкова. Вольнослушательница. Я в курсе. А что у вас за обувь? Ой, а я на станок пришла. Это и есть станок, только народный. И туфли здесь тоже народные. А, ну давайте я сбегаю быстренько. Нет, не надо. Я сейчас найду вам место. Встаньте, пожалуйста. Вот сюда. Приготовились, просыпаемся. С добрым утром. Извините за опоздание. Доброе утро. Готовы. И. 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 Ноги. Ноги ровно. Спина. Следите за спиной. Два. Дверь глубже. Еще раз повторяем. Два. Два. И еще раз. Будем повторять, пока не будете делать правильно. Продолжаем. Подъем тянем. Кашкова, отдыхать в санатории будешь, когда на пенсию выйдешь. Тихо. Извините, пожалуйста. Я больше не могу, у меня нога болит. Ну, в таком случае, на сегодня для тебя репетиция окончена. Мы сейчас продолжим, а ты покинь, пожалуйста, зал. Приготовились. Приготовились. И. Варя, ты чего тут делаешь? Колен болит. Мне его вправили недавно, но все равно болит при нагрузках. Права была Светлова, я не готова. Варя, все через этот проходят. Но не все выдерживают. А кто говорил, что не может без танца? Володь, мне пришлось уйти с первой же репетиции. И что? Варя. Варя, если ты думаешь, что все, кто там остались в зале, вот здесь не сидели и не плакали. Я не плачу. А они все плакали. Варя, Алексей, с нашим врачом даже систему специальную придумали. Восстановление. Да я знаю, мне Никита рассказывал. Так давай я с Алексеем поговорю насчет тебя. Не, не надо, пожалуйста. Почему? Володя, едем. А, все, я завожу. Все. А репетиция еще не закончилась. Пока. Так, я вас сейчас догоню. Леша, мне врач посоветовал к тебе. Так я понял. Я помогу. Но учти, ночью я занят, но, смотри, хорошо. Ой, Леша, давай без этих шуточек. Варя, запомни, все, что касается танца, для меня очень и очень серьезно. Значит так, начать мы с тобой можем завтра. Перерыве до классического. До завтра, Варя Суровина. До завтра. А, ну, ну. Варя. Чего? Слушай, ты поаккуратней с Алексеем. Катя узнает, она… Чего узнает? Ну… Володь, ты сейчас обо мне беспокоишься или о себе? У меня с ним нет ничего. И быть не может. Я люблю только танцы. Куда это ты вырядилась? Поехали, покатаемся. У меня другие планы, ты в них не входишь. Знаешь, когда в Москву уехала, я в твои планы входил. А сейчас? А сейчас появился другой. А знаешь, как он называется в дикой природе? Ну, естественный отбор. Естественно. Денька, ты честно так? Он с тебя ничего плохого не сделал, да? Ладно, все, Ленечка, я побежала, пока. А ты куда? Накуда киногора? Меня не готовьте, я сегодня ужинаю в ресторане. Ну, понятно. Пока. Привет. Привет. За мной папа должен был приехать. Чего-то не приехал. Может, подвезешь меня? А, я бы с удовольствием. Просто я Светлова жду. Так ты садись, может, еще приедет. Туда? Да. Радио включу? Да. Здравствуйте. Добрый вечер, Эдит. Я так рад. Теперь это ваш новый кабинет, Юрий Андреевич? Надежда Петровна, ну, может, простой рабочий человек после тяжелого рабочего дня поужинать в хорошем ресторане? Простой рабочий? Нет. А вы знаете, как живет простой рабочий народ? Представьте себе, я много езжу, общаюсь с людьми. Надежда Петровна, зачем вам Испания? Продолжайте гастролировать по Союзу. Говорят, у вас был аншлаг в Туле. Замечательно. Кстати, слышали последние новости? Директора ДК Тулы уволили. На каком основании? За нарушение техники безопасности при проведении массового мероприятия. Но он же не виноват, что городские службы вовремя не устранили последствия урагана? Он был обязан отменить концерт. А вдруг что-нибудь произошло? Пожар, например. Там не было электричества. Хорошо, темнота, началась бы давка. Послушайте, Юрий Андреевич, артисты во время войны выступали и в окопах, и под обстрелами. Давайте обойдемся без патетики. Есть инструкция, правила. А не хотите жульен? Он здесь удивительно вкусный и совсем не жирный. У меня аллергия на грибы. Как скажете. Эдит, а вы знаете, что после реставрации выяснилось, что царь Пушка минимум один раз стреляла? В школе учили, что не стреляла. Ну вот представьте себе, в 1586 году были проведены испытания на московском пушечном дворе, где, собственно, Андрей Чохов и отлил царь Пушку. Но стреляла она не ядрами, а картечью. Откуда вы это все знаете? Как же вы все-таки замечательной девушкой идете. С вами так легко. Скажите, а что вы еще любите? Ну, кроме лошадей и русских народных танцев, конечно. Романы. Читать? Писать. Шучу. Заводите. Мы на лодочке катались. Варя, а ты куда? Занятие же после обеда. А я раньше начну. Одна? С Алексеем. И он, конечно, согласился. Ну да. Не, у него просто репутация такая. Мне кажется, он к тебе клеится. Ой, Лен, я же сюда танцевать приехала, а не это. Это что? Танцевать. Ну что, Варвара, с Урала. Вот мы с тобой можем, наконец, поговорить. Че говорить-то? Давай заниматься. Ну, как скажешь. Остановись в третью позицию. Стержень должен проходить через все тело. Ну, что ты согнулась, как вопросительный знак? Через все тело. Понимаешь, как нога? Лучше. Лучше? Так. Ногу. Дыши. Мышцы расслабляй. Расслабляй. Да, вот так. Пятку наверх. Пятку наверх. Стопу разворачивай. Да. Вот так. И всю ногу тоже. Разворачивай. Тяни. Да. Бедро у тебя неправильно стоит. Нужно в себя его, понимаешь? Как? Так. Да, вот так. Да. Стой ровно. Стой ровно, не заваривайся. Лопатки собери. Плечи вниз. Плечи вниз. Сама наверх вытягивайся. Дыши. Что ты зажатая такая? Что ж тебе? Хвост не отклячивай. Что, мы на занятиях или как? И что? Или мы делаем, как я говорю, или не делаем вообще. Делаем. Делаем. Что ж ты зажатая такая, как дикарка? Неужели у тебя парня никогда не было? Тебя не обнимал никто? Нет. А первая любовь никогда не накрывалась головой? Я все поняла. Давай заниматься. Как же ты танцевать будешь? Как все. Как все. Варя, не бывает артистов без разбитого сердца. Что ты предлагаешь? Разбить мне сердце? Пока только поддержку. Дай. Гуча. Вот, вот. Браво. Какие эмоции. Какая подача. Ты уже поговорил? Со Светловой. Кать, ну ты же видишь, я занят. Чем? Варвара попросила меня помочь. Я помогаю. Может быть, я помогу Варе? Кать, ну зачем все это сейчас? Ну а что, ты хочешь помочь Варе, я тоже. Мы теперь один коллектив. Ты не против? Да, конечно. Помогите мне. Ну отлично, тогда следующее занятие со мной. Пойдем к Светловой? Ты и так знаешь, что она скажет. И потом в приоритете сейчас номер, а не наша с тобой свадьба. А что для тебя важнее, номер или я? Если ты так ее боишься, тогда я сама с ней поговорю. Прямо сейчас. Варя, жди здесь сейчас, она наломает там дров. Катя! Катя! Я удивлена, что вынуждена тебе это объяснять. Не будет никакой свадьбы, пока мы не выступим в Испании. Ну что ты молчишь? Ну скажи что-нибудь. Что, я же тебе говорил? Все ясно. Ну что ты натворил? Ничего. Просто она ревнует меня к каждому столбу. Без оснований? Да. Не играй с ней, Алексей. Меньше всего мне сейчас нужны раздоры и скандалы. Я очень рассчитываю на вас обоих. Очень. Никто с ней не играет. Надеюсь, вопросы исчерпнут. Иди готовься к вечерней репетиции. Давай. Иди. Смотри, нам надо десять таких платьев для нового номера. Десять. Это ж итальянская ткань. Ну да. Смотри, фурматура, ручная работа. Нравится? Ой, вам это в копеечку улетит. Ты что, Светлова не знаешь? Она на таких вещах не экономит. Ну ладно. Как скажете, хозяин барин, сошьем. Посмотри, какой шовчик. Слушай, а образец где шили? В Зайцева. А у кого еще-то? А-а-а. Смотри. Хорошая работа. Видна прям рука мастера. Этот мастер у меня на подхвате в пошивочном. Костюмершей работает. Ты что, серьезно, что ли? Представляешь, у Зайцева отказалась работать. Классная девчонка, талантливая. Возьми на полставки. Ты смеешься, что ли? Почему? Почему? Ты мне ее после Зайцева предлагаешь? Ну, молодая девчонка, подработать надо. Она здесь, что ли? Вон она. Барбара! О! Подойди-ка к нам. Здравствуйте. Добрый день. Барбара. Очень приятно. Ну что, нравится у нас? Да очень красиво. Я такое в кино только видела. А у нас необычное ателье. Мы создаем волшебство. Да. У нас одеваются знаменитые коллективы. Жены генерала. Ну что, пойдешь к нам? Ну, если не на полный день, то пойду. А че не на полный? Сразу как главное, да? К Зайцеву не пошла. Это пять, да-дя-дя-дя-дя. Ну, на полставки же, ну. Стоп! 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 Плохо, Катя? Плохо. Ты пойми, важен не шаг, а душа. Ты теряешь любимого человека навсегда. Теряешь. Пойми ты это. Давайте попробуем еще раз. Катя, закрой глаза. Здесь больше никого нет. Только я и ты. Можно? И-и-и-и. Достаточно. Мы будем продолжать, пока у тебя не получится. Кто-то куда-то торопится. Уже никуда не торопимся. Алексей, сходи за едой, а то она в голодный оморок упадет. Я в порядке, Надежда Петровна. Уверена? Да. Ну, отлично. Тогда продолжим. Леш! На, держи. Денис, выйди. Готовы? И... Готовы? КОНЕЦ А репетиция закончилась уже? Да нет, это до полуночки теперь А ты почему вернулась? Да я потренироваться хотела Вообще-то хватит тебя на сегодня Леш, слушай С Катей неудобно получилось Нормально Может быть так даже лучше Кате в некоторых вопросах даже полезнее меня будет Я за пирожками на вокзал Съездишь со мной? Нет Ну она просто не ест пирожки Она на диете Вот так, так что я танцевать пойду Мышцам тоже нужен отдых Это я тебе как твой педагог говорю Пройдемте А Светлова вас так часто задерживает? Бывает А ты ее давно знаешь? Давненько, а что? Да просто интересно Какая она на самом деле? Ну когда она вне березки? Ну тут я спешу тебя разочаровать Светловой Вне березки не существует А семья? А семья Надежды Петровны Это ее ансамбль И вот если ты будешь стараться Ты станешь ее доченькой Насчет любимой я не обещаю Тут тебе сначала надо В космос летать Прошу Леш, мне с картошкой Должен будешь? Ага Спасибо Я спать Сейчас я кино досмотрю Леш, не нравится мне это Что? Все Мы с тобой живем Как будто уже женаты 10 лет И успели надоесть друг другу Не говори, ерунда Мне не нравится, как ты стал ко мне относиться А к тебе нормально отношусь Ты вообще слышишь себя? Когда ты в последний раз говорил, что любишь меня Как я люблю тебя Ну если ты любишь меня Пойдем в ЗАГС А мы обещали Светлого не шутиться до Испании Ничего, мы подадим заявление Через три месяца приедем из Испании Пошли, поженимся Ну пошли Ну пошли Ну и смотри свой телек А я спать Ну и смотри свой телек А я спать Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Только наверх Вытягивайся вся Не вались Варя Ты как, нормально? Смотри монетку Ты не нормальная Да это же 1961 год Она счастье приносит Не смотри на меня Извини Так, Варька, валим Валью Валью Капля Бирю Субтитры сделал DimaTorzok Ай! Так, ты только задержись. Нас не должны вместе видеть. Считай до десяти. Привет. Здорово. А ты что такое мокрое? Дождя ж в друзьях было. С поливалкой не разошелся. Привет. Ты что, тоже под поливалку попала? Аня, я в фонтан. С Алексеем? Если бы они были друзьями, я подумала, что ты ревнуешь. Чуваш, больно надо. Сабонис! А что это? А это монетка. Счастливая. Варя, а как ты считаешь, дружба между мужчиной и женщиной существует? Наверное, существует. А дитка говорит, что нет. Ну, а ты больше слушай свою дитку. Тоже мне нашла источник жизненной мудрости. Что ты вообще о ней знаешь? То же самое, что и ты. Что она из Сталина, из профессорской семьи. А, и часто ты эту профессорскую дочку с книгой видела? Нет, не часто. Спасибо, девочки. Мне очень приятно, что вы перемываете мне кости в мое отсутствие. А ты, село, запомни. Только у бездарей нет врагов. Привет. Привет. Мы с тобой, Леночка, очень талантливые. Спасибо. 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 А теперь, кто хочет попробовать дробь по рампе? Я. Горшкова, пожалуйста. Готовы? Можно. И. Готовы. 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 Така. Та. 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 Ну что ж, прилично, вполне прилично. Спасибо. Спасибо. Как же я умираю с голда. Еще два часа ждать, пока эта корыца сварится Зачем так долго-то? Ну, жесткая, потому что будет. Ты посмотри на нее, она похожа, как в Мэн Диэти сидела. Зачем ты ее купила? Как зачем, Лена? Ты два месяца в общаге, я как с луны свалилась. Потому что она последняя была, и не брал никто. Испугаясь, наверное. О, к тебе отдел заказов. Здрасте. Здравствуй, Маша. Я пошла курить, Суридима. Я скорбью, давай. Мама, ты зачем пришла? Что значит зачем? Узнать, как у тебя дела. Хорошо, у меня дела. Что-то не похоже. Послушай, ты скоро с этим питанием будешь, как курица у Маши в сумке. Мам, не приходи, пожалуйста, больше, а? Она нам на все березку уже смеется. Я тебе принесла заказ и хорошую еду. Так, смотри. Вот, деликатесы. Мам, ну неудобно. Так, послушай, я несла эту сумку тяжелую. Тебе неужели мне не жалко? Ну давай, ну неудобно, мам. Не надо, я сама донесу. Пойдем, все, пойдем. Давай. Мам, ну а ты куда? Куда, посмотрите, как ты живешь. Да ты уже смотрела, мам. Давай, давай, давай. Пока. Спасибо. Ой, Господи. Это тебе. Спасибо. Спасибо. Что прямо здесь? В машине в центре города? Видит? Пусть завидует. Ваше все. Пусть завидует... Все. Ваше все. Ваше все. Свечи. Круто. Ваше все. Ваше все. Ваше все. Ваше все. Ваше все. Ты че не спишь? У меня бессонница. Классные духи. Опиум. У меня у мамы такие же. Это он тебе подарил. Он? А кто он? Очень интересный и щедрый мужчина. Только у него есть большой недостаток. Обещаю, что никому не расскажешь. Нет, конечно, я же твой подруг. Он женат. Дитка, это же аморально. Ну и что? Это его проблемы. Это же он своей жене изменяет. А что дальше? Ну, не знаю. Говорит, что так влюблен, что разведется со своей старой стервой. Слушай, мне завтра домой нужно съездить. Кое-что забрать. А ты на маму благотворно влияешь. Может быть, вместе съездим? Ну, давай, быстро сгоняем. У тебя обед и мороженое. Хорошо. Спокойной ночи. Спокойной. Проходи. Еночка? Пап, привет. 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 Эдита, приятно вас видеть. Мама дома? Нет, только что ушла. Сейчас я кое-какие вещи возьму и мы сразу побежим. Да, конечно. Да ты не спеши, мы не опаздываем. Эдита, проходите в комнату. Где мой подарок? Подарок? Туфли. Сейчас. Кто ж там прячется? Найдут. Примерь. Ты что? Потом заберу. Припрячь. Пап. Да? Ну все, я все взяла. Ну, молодец. Все. Пока. Пока, пока. Пойдем. До свидания, Петр Ильич. Пока. Пока, пока. 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 Не смей. Не смей. Варя, обедать будешь? Это у вас с капустой пирожки? Одного лишнего не найдется? С капустой кончились, остались с яйцами. Варвара, вы пирожки не с капустой любите. Пирожковая. За углом. Золото, это просто золото. Спасить тебе большое. Следующее. Ну, что ты пришла сюда? Тебя пока нет в ансамбле. Не трать мое время. Уходи. Фомичев, что сидим? Идеально, Фомичева. Поздравляю. Сколько? Пятьдесят один. Иди-то там. Посмотрим, что у нас здесь. Идеально? Идеально. Плюс восемьсот граммов. Дима, где кричу один? Так. Ларисичка Алексеевна! Ну? Я возьму ненадолго. Зачем тебе кожа до кости? Замерзла? Любовь не греет. Поаккуратней с любовью. На сердце влияет очень. Да ладно? Лядне. Куколки. Пуколки. Потом маются всю жизнь. Слушали бы взрослых дуры. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛАЙНИЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пирожки горячие, пирожки вкусные. Девчонки, присоединяемся. Варька, это уже третий. Почему третий? Второй. Первый был с капустой. Диетически не считается. Это, Варька, смелая. Я вот так не могу. Хочу халлэм, хочу пряники. Душ свободен? Ну, на полтора килограмма похудела. Эдит, будешь пирожки? Издеваетесь? Последний остался. Последний. Бьется, как рыба об лед. Как ей непонятно, что быть солисткой, да ну, далеко не каждый из нас. Вот мне не дано. Мне это устраивает. А меня нет. И меня нет. И меня нет. Ой, покутка. Здравствуйте. Пока, ребята. Подожди, я не взял. Ну что, Тихоня, признавайся, я же верю, что тебе Володька нравится. Да. Да. Он, кажется, он углублен в Варе. У нее стороны даже не смотрят. Ах, нет, Варя. А хочешь с ним сегодня в кино пойти? Хочу, но... Иди сюда, куда? Жди здесь. Да-да. Здравствуйте. Что бы вы сказали, если бы красивая девушка пригласила вас в кино? До свидания, ребята. До свидания. Не это. Красивая. Когда за тобой заехать? Ну, у меня шампанское в холодильнике. Уже до сена послушаем. Это не я. А почему же сама не подошла? У меня интеллигентная девушка. Они первыми не подходят. И как я могу отказать интеллигентной девушке? Ты что делаешь? Ты что-то сквозь землю не провалилась. Вот она, твоя благодарность. Вы, между прочим, сегодня с ним идете в кино. Правда? Угу. Мне давно пора было вмешаться. Ну, все, Леночка, мне пора. Давай, он тебя ждет. Ленка. Ленка. Во сколько за тобой заехать? В пять. В пять вечера. Леночка, ты помнишь, что мы сегодня все идем в театр? Ну, всей семьей. Как не можешь? Нет, надо. Нет, ты моя дочь, ты пойдешь. Лен, ты как со мной разговариваешь? Я... А... Ты... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 А ты знаешь, который час? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знаю. Мама, а что ты сделаешь? А я за тебя волнуюсь здесь. Бросаешь трубки. Вместо театра непонятно с кем, непонятно где шатаешься. Ты нарушаешь режим? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мам, это Володя. Он водитель Светловой. Володя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все нормально. Так, с меня достаточно. Значит, завтра же я говорю Светловой, что ты переезжаешь жить домой. Быстро спать. Быстро в кровати. А вот это правильно. Это очень правильное решение. А я провожу. Вот так. Просто провожу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ушла. Илья. Илья, для чего ты так расстроилась? Я не хочу домой. Твоя мама считает, так будет лучше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А я не хочу. Уходи, пожалуйста. Я не уйду, пока не увижу, что ты успокоилась. А я не хочу, чтобы ты меня видел такой. Какой? Ты боишься, что я испугаюсь тебя с красным носом и опухшими глазами? Ну, глупо. А ты не испугаешься? Нет. Дю. Дю. Володя, я не хочу, чтобы ты меня целовал из жалости. Я... Все. Спокойной ночи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ваня, у меня к тебе важное дело. Это особый, единичный заказ. Сможешь шить такую по картинке? Смогу. А где взять ткань? Вот. Так тут фактура разная. Тут поплотнее. Но это не важно. Справишься? Просит побыстрее. Ну да, справлюсь. Сегодня сделаю. Только не подведи, Варвара. Заказчик очень привередливый. Я понимаю ваши благие намерения, Маргарита Павловна. Но я настоятельно рекомендую оставить дочь в покое. Но, Леночка, она без меня не справится. Вы понимаете, она привыкла жить под домашним присмотром. Она... Она уже два месяца живет без вас. А вам я запрещаю приходить в общежитие и на репетиции. Встречайтесь с ней на нейтральной территории. За нарушение отчислю Лену из ансамбля. Надежда Петровна, у вас дети есть? Прием окончен. Всего хорошего. Быстро-то управилась. Слушай, один в один. Варвара, вот тебе премия. Спасибо. А чего, где расписаться? Завтра распишешься. Бухгалтерия на обеде. Беги домой. До свидания. До свидания. Ой, а что, я что-то неправильнее сделала? Нет. Нет, Варечка, все в порядке. А это зачем? Варь, ты достаточно получила денег, чтобы молчать о том, что ты увидела. Тебе нужна работа? Нужна. Ну, все, что от тебя требуется, это шить. Остальное тебя не касается. Понятно? Понятно. Закрыв измученные веки миг, отошедший берегу, о, если б так стоять вовеки на этом тихом берегу. Как? Красиво. Привет, девчонки. Привет. Привет. В песок можно? Откуда это у тебя? Купила фарсовщика. Нравится? Фирма. Вот так вот лучше. Уверена? Уверена. Да ладно, я сама сегодня такую в ателье в журнале видела. Спасибо. Здрасте. Здрасте. Варвара Горшкова. Я. Вы задержаны по подозрению в изготовлении контрафактной продукции. Хищение государственного имущества. Какое вы имущество? Вы что, вы меня с кем-то перепутали? Разберемся, пройдемте. Относовалась, Золушка? Пройдемте. Товарищи, все в порядке. Занимайтесь своими делами. Надо сообщить Светловой. Сама кашу заварила, сама пусть и расхлебала. Все, теперь не выяснили. А что произошло? Я не слышала, но как? То есть, не понимаешь. Понятно. Редко. Уже не ясно. Значит, вы отрицаете, что сшили эту рубашку из украденной ткани для последующей перепродажи? Да, я же уже говорила. Ответь. Какая артистка? Я и сама поверила в ее искренность. Пригрела на груди змею. Я ее пожалела. Я дала шанс заработать. А она за моей спиной устроила подпольный цех из нашего ателье. Да это неправда. Ну что вы обманываете? Вы можете идти. Мы вас вызовем позже. Спасибо за содействие. Варя, я очень в тебе разочарована. Ты подставила все наше ателье. Послушайте, все не так. Все, что она говорит, это неправда. Ну почти. Почти. Давайте так. Вы поможете нам, а мы поможем вам. Нам нужны имена всех ваших сообщников и канал избыта. Чего? Я даже не понимаю, о чем вы говорите. Не понимаете? Нет. Хорошо. Посидите в камере. Может быть, это освежит вашу память. Лейтенант. Послушайте. Гражданка Горшкова. Вы задержаны. Увести. А он точно изменится? Корочку показывал? Да, показал. Удостоверение, там, АБХСС. А Варим что-то рассказывал? Да я ничего не рассказывал. Она испугалась просто. Конечно, испугалась. отвезет Варина милицию. Это ты о чем? Это не о чем. Так вот он сказал, разберемся, и они уехали. Это, наверное, по делам Ларисы. Алло. Толя, извини, что так поздно, но мне нужна твоя помощь. Что случилось? У нас беда. Я слушаю. Дежурный, да? Да. Вы по какому вопросу? Мы по поводу Варвары Горшковой. А вы, собственно, кто? Ну, пожалуйста. Сидите, сидите. А вы? Руководитель государственного академического хореографического ансамбля «Березка» Надежда Светлова. А при чем тут «Березка»? А вот мы думаем, при чем здесь АБХСС? Я надеюсь, капитан, вы не торопитесь. Толя, спасибо тебе. И еще раз, извини, что потревожила тебя среди ночи. Ну ладно. Девочка моя, ты хоть понимаешь, чем это могло закончиться? Сломанной жизнью и загубленным талантом. Как ты позволила себя в это втянуть? Простите меня, я не догадалась, что меня используют. Варвара, вы не могли знать. Ателье давно находится под наблюдением АБХСС. И как только они пришли на обыск, обнаружили нелегальную продукцию, замдиректора все свалило на вас. Все из-за одной моей рубашки? Да ну нет, конечно. У них производство подделок поставлено на поток. И все из ворованной государственной ткани. А я тебе еще раз говорю, не видала я никаких тупин. Здесь они лежали, вот в этой тумбочке. Вот здесь вот. Ну тумбочка Ленкина, значит туфли Ленкины. Вас с улицы слышно. Сейчас все соседи забегутся. Что у вас случилось? Здесь лежали туфли. Какие туфли? Туфли 38-го размера, черные, на шпильке. Красные. Ну ты мне битый час толдычишь про красные туфли. Красные туфли, красные туфли. Красные. У меня 36-й размер. И у меня 36-й размер. Лена, у твоего отца любовница. Пап. У твоей матери разыгралась бурная фантазия. Успокой, пожалуйста, ее. А я на работу. Все. Мам, да наш пап не такой. Всем пока. Пока. А я рано или поздно узнаю, кто она. Кто она. Тюфлика. Тюфлика. То есть мне я вам, 将юю м unterschiedlıсти. Тюфлика. Тюфлика. Эдита, а откуда у тебя эти туфли? Подарили. Подарили. А кто? Ну, сама знаешь, я же рассказывала. Давай быстрее, там все слова всех срочно собирает. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рада всех видеть. Лена, Эдита, в основном в составе освободилось одно место. Его займет одна из вас, самая подготовленная. Лена, прошу на середину. Сначала ковырелочка, а потом вращение вокруг себя. Прошу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Извините, Надежда Петровна, я не могу. Что с тобой? Простите. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эдита, ты готова? Всегда готова. На середину. Спасибо за подарок. Это очень красивая рубашка. Варя, так мне же теперь в ней спать придется. Леша, нам надо прекратить наши тренировки. Почему? Потому. Варя, ты знаешь, ты права. Все зашло. Слишком далеко. Вы что, там с ума посходили? Варя, вы чем там занимаетесь? Я к нем столько ткани найду. Так сколько можно платки-то сшивать? А? Из мешковины еще попробуем? Идиоты, совсем не чокнулись. Фу. Леша, стой. У тебя есть Катя. И вы друг друга любите. Да я сделал к Кате действительно предложение. Она обещала подумать. Только все это было до того, как я встретил тебя. Вы даже не смотришь. Вы что там шишукаетесь? Леша. Вы где? Красивая рубашка. Красивая. Сидит идеально. Коротковато только. Да? Угу. Слушай, а вот если сюда, я подумал, еще пуговицы другие. Перламутровая. Будем искать. Я пойду? Иди. Угу. А, ты... Здрасте. Здорово. И ничего она ему не коротковат? Коротковато. Уж я-то знаю. Ты чего ухмыляешься? Ты что творишь-то? Мы искать и свадьба скоро. А за ты ли прости меня? Как нехорошо получилось. Ничего, я сама дура. Это верно. Иван Борисович. Да, это Светлова из Березки. Здравствуйте. И я рада. Иван Борисович, вы собирались строить для своей фабрики дом культуры. А, уже построили. Иван Борисович, а директора нашли? Послушайте, у меня есть для вас очень хорошая кандидатура. Порядочный человек. Уволили незаконно в Толе. Но я за него ручаюсь. Возьмите его к себе. Это моя личная просьба. Ну, конечно, выступим. Выступим у вас обязательно. Спасибо. До свидания. О тебе очень идет. Это Варя Шила? Да. Она. Я хочу расстаться с Катей. Из-за Варя? Да. А ты подумал, что будет с Катей? Если ты ее сейчас бросишь. Как это скажется на ней, на ее эмоциональном состоянии? Ты хочешь лишить меня солистки за неделю до отчетного концерта? Почему для тебя все время интересы березки превыше всего остального? Потому что это вся моя жизнь. И я этого никогда не скрывала. Хорошо. Я пока ничего не скажу Кате. Но у меня есть просьба. Я считаю, что Варя достойна занять место в нашем ассамбле. Ты не можешь меня просить об этом? Я прошу только об экзамене. Я и Катя занимались с ней два месяца. Она очень сильно выросла. Просто проверь ее. Алексей, появление Вари в коллективе создаст проблемы? Не создаст. До Испании никто ничего не узнает. Я расстанусь с Катей после. Ну, хорошо. Пускай сегодня восемь приходит после репетиции. Спасибо. Только пусть не опаздывает. Ты не пожалеешь. Я заскучилась. Что поделаешь, кто-то же должен ее утяшить. Подожди. Алексей, ты далеко собрался? Я на одну секунду. Так, давай, быстро. Одна нога там. Другая здесь. Правильно. Начинаем с фарфора. Катя, на середину. Катя, мы тебя ждем. Варя, это же у меня для тебя хорошая новость. Я договорился со Светловой о твоем индивидуальном просмотре. Сегодня вечером, после репетиции. Спасибо, Леш. Я хотел бы сделать больше, но... но не могу. Леша, не надо. Я так не хочу. Я не могу. Слушай, я знаю, что все это неправильно и понимаю, как все это выглядит, но... Черт, Господи, что ж так сложно-то все. Я хотел бы тебе все объяснить сейчас, но я не могу. Просто поверь мне на слово. Леш, а давай оставим все как есть. и не приходи сегодня на просмотр. Пожалуйста. Я тебя очень прошу. Не забывай дышать, как я тебя учел. Лен, какие классные туфли. А можно померить? Ну как? Не идет? Что, папу подарил? Папа. Своей любовнице. Что ты сказала? Он подарил их Эдите. А почему Эдите? Эдита, любовница моего папы. Лен, может, может, ты что-то неправильно поняла? Эдита. Да все, я правильно, Варь, поняла. Она мне сама рассказала. Что мне теперь делать-то? Так, сейчас я водички принесу. Подожди минутку. подожди. Здравствуйте. Позовите, пожалуйста, Владимира, водителя Светловой. Очень срочно. Владимир, Володя, привет, это Варя. Пожалуйста, сейчас же приезжай в общежитие. Ничего не спрашивай, я тебе тут все объясню. Просто Лену сейчас нельзя оставлять. Лен, пойдем чай пить? Пойдем. Это кто? Володя приехал. Варя. Варя, я надеюсь, это что-то очень срочное. Меня Светлова еле отпустило. Спасибо, что приехал. Надо посидеть с Леной. Ее сейчас нельзя оставлять одну. Что? Подожди, что случилось? У нее серьезные проблемы в семье. Пожалуйста, будь с ней рядом. Мне к Светловой надо. Я, Варя, я... Надежда Петровна! У меня больше нет времени, Варя. Ты опоздала. Я уезжаю. Извините меня, пожалуйста, я все объясню. Минута. Я... Я просто не смогла прийти. Речь идет о твоем будущем, девочка. Ага. Я жду. Это не моя тайна, Надежда Петровна. Я не могу сказать. Ты не врешь мне? Нет, нет, честное слово. Я не могла прийти раньше. В театре говорят, только смерть является уважительной причиной неприхода на репетицию артиста. Что случилось? Я не могу сказать. Я ошиблась в тебе. ошиблась. Как Лена? Да, она ее успокоительная, проспит тут. Ты чего? Уезжаю. Куда? Домой, Володь. Подведешь меня до аэропорта? Все настолько плохо. Хуже не бывает. Варя, ничего себе. Ты как вообще это вралась? Почему ты не предупредила? Мы бы тебя встретили. Я тебя ешь. Ты представляешь? А там дядя Маша приехала с мужем. Мы как раз сидим ужинаем, и мы про тебя вспоминали. Посмотрите, кто приехал. Здрасте. Варечка. Варю, Варенька. Да. Ну, как вы дела? Ну, сейчас она сядет и всем все расскажет. Доченька. Доченька. Ты чего? Ты точно решила? Где мои часы, а? Часы не могу найти. Ты не видел? Спасибо. Не за что. Я просто не понимаю. Бросить все из-за... Володь, не дави на меня. Я все решила. А где жить будешь? Не знаю. Домой я точно не вернусь. И здесь не останусь. Не знаю. Можешь пожить у меня. Точно? Да. Ну, у меня не дворец, конечно, но... Ну, как-то неудобно. Да перестань. Поживешь, потом решишь, будешь возвращаться к родителям или квартиру снимешь. Ты все? Закончил? Угу. Ну, хватит подушку слезами мочить. Сашка права. Я переоценила свои силы. Наверное, только мечтать умею. Если б только мечтал, то и смотрел бы свою березку по телевизору. Пап, но я ж не смогла. А кто сказал, что с первого раза все получится? Вон у нас на бамме, когда б дональ Байкальский пробивали. Думали, быстро управимся. Столько времени прошло. Ребята пишут, что только рельсы сейчас начали укладывать. Если сразу не получилось, что ж, бросать все. Да кто б вам? Кто б вам разрешил бросить? А ты себе чего разрешаешь? Спасибо, папка, что ты в меня веришь. Только можно я сейчас одну погоду? Чай пей. Привет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Здоров. Привет. Я аквариум. А она уехала. Куда уехала? Домой. Надолго? Сказала, навсегда. То есть как навсегда? Да сдалась она. Поняла, что не потянет. Ничего не понимаю. Чай? Да ты не бойся, только чаю попьем. Спасибо. Как знаешь. Привет. Какими снимаем наши муравейники? Да вот приехал к Варе, а ее нет. Но Варя еще вчера уехала. Неожиданно так. Вот Варя, вот же характер. Вожжа под хвост попала, а она сразу сорвалась. Леш, не знаю я, что она сорвалась. Она вчера весь очередь с Леной провела. Успокаивала ее после того, что случилось. А что случилось? Да у Лены срыв был. Какаш. А что произошло? Я сама толком не знаю ничего. Ну ладно, Леш, пока. Пока. Я тебе говорю, Глеб Иванович отходчивый, он тебя возьмет обратно. Не возьмет. Я лучше на фабрику. Ну на фабрику в любом случае попадешь. Он тебе же диплом нужен. Ну, значит заочное закончу. Если возьмут. Давай я поговорю. Не, Саша, я сама все сделаю. Ой, не могу, прям защипала. Глаза. Просто ты плакса. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с вами видели… А я помню, да. Я по поводу Лены, можно войти? Нет. Я хотел сказать, что Лена ушла из общежития и временно поживет у меня. У нее сейчас проблемы, и она не хочет ни с кем общаться. Ах, она не хочет ни с кем общаться. А я заметила, что она давно ни с кем не хочет общаться. Может быть это чье-то дурное влияние? Я не знаю. Она собирается уйти из Березки. Что? Что? Как это? Это вы у нее спросите. Вот адрес, по которому она сейчас будет жить. Как? Рит! Кто это? Это водитель Светлова говорит, что Лена собирается уходить из общежития и уходит из Березки. Да ей просто нужно успокоиться. Что значит ей нужно успокоиться? От чего ей нужно успокоиться? Нет, ты слышал? Я, пожалуй, пойду. Вот так. Из-за тебя наша дочь уходит из Березки. Это катастрофа! Из-за меня? Из-за тебя! Рассказывай, кто она? Ты куда пошел? Добрый день, артисты! Построились! Здравствуйте! Здравствуйте! А где Горшкова и Фомичева? Кто-нибудь может мне ответить, где они? Горшкова уехала к себе домой, а Фомичева тоже собрала вещи и съехала. Она сказала, что уходит из Березки. Сразу обе в один день? Ну да, вчера. Хорошо, я разберусь. Продолжайте репетицию. Продолжаем разогреваться. Чего вы все молчите? Чего вы все молчите? Пока. Маргарита Павловна, здравствуйте. Ой, Эдита, здравствуй. А где мы можем поговорить наедине? Здесь все же ушли. Значит, мужа у меня решила увезти. Проникла в нашу семью. Прикинулась хорошенькой. Добренькой. Миленькой. А сама? Дырянь. Да вы что, если позволяете? Тебе зачем это надо? Я не понимаю, о чем. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Я же и сдачи могу дать. То есть ты хочешь оказаться на моем месте? На вашем? Никогда в жизни. Хорошо, поговорим по-другому. Сколько ты хочешь? О чем вы? Я спрашиваю, сколько ты хочешь, я заплачу. А сколько мне жалко за нашего Петеньку? Пятьсот. С тебя достаточно. Если ты решишь меня обмануть и снова появишься, заявлю в милицию, скажу, что ты нас обокрала, устрою тебе сладкую жизнь, мало тебе не покажется. Кому нужен ваш Петенька? Спасибо за подарок какой. А ты чего не пьешь? Я вообще не пью. Да ладно, расслабься. Смотрю, у вас там вообще в ежовых рукавицах держали. Вон, смотрите, а там березка. Вот это правильно. Вот это молодец. С глаз долой и сердце вон. Леша? Как? Варя-то с Урала. Ну, ты же в отделе кадров оформлялась. Оформлялась. Здрасте. Ребята, это что? Это настоящий Покровский? Похоже на то. Может, ты мне хотя бы на порог пустишь? Держи. Разрешите представиться. Олеся Покровский. Очень приятно. Вася. Ну как? Не знаю. Ну, расправь их чуть-чуть. Ну, мне не очень. Мне кажется, вот эти вот золотые, они, они как-то вот получше. Ну, вот эти, мне кажется, все-таки пободрее смотрятся. Ну, Володь, бодрее это не значит лучше. Что сказал? Да, открыто. Лена, мне нужно с тобой поговорить. Я на кухне подожду. Останьтесь, пожалуйста. У меня от тебя нечего скрывать. Это наше семейное дело. Чаю заварю. Свежего будьте. Это вот эта жизнь, которую ты хочешь. Зато это будет моя жизнь. Лена, я тебе не дам совершить ошибку. Ты должна вернуться домой. И в коллектив. Я тебе ничего не должна. Я взрослая и сама принимаю решение, где и как я буду жить. Ты себе что позволяешь? Я? Это ты. Ты задавила меня. Одеваться, как ты хочешь. Встречаться с тем, с кем ты назначишь. Дружить с тем, кого одобришь. Ты прямо выстраивал для нас идеальную жизнь. И что в итоге? Хватит! Лена, мы поговорили с папой. Это было недоразумение. Но глупое увлечение. Леночка, мы семья. Леночка, теперь будет все по-другому. Ну, пожалуйста, дочка, ну давай не будем ссориться. Мам, я останусь здесь, мам. Здесь? Вот с этим водителем? Вот с этими... Вот с этими вот безвкусными шторами? Его зовут Володя. Лена. Лена, вы что с ним? Серьезно? Да, не так я тебя воспитывала. А чай? Обидишь? Пожалеешь. Лена, 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 пожалуйста. Лена, я... Черт, 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 черт. Черт, какой ты... Пока. Варя, как тебе повезло. Да иди. До свидания. Всего доброго. Я знаю, почему ты уехала. Не нужно было этого делать. Нужно было рассказать. Светлова бы поняла. Да неужели ты так хорошо ее знаешь? Лена. Она моя мать. Когда она меня родила, она... Она была на самом взлете. Записала мне на свою сестру. Так что до двенадцати лет я думал, что она моя тетка. Представляешь? Варя, ты должна понять, Варя, твое место там, в ансамбле. Поехали со мной. Прямо сейчас. Но дело же вообще не в ансамбле. Я влезла между тобой и Катей. Это неправильно. Но я же сейчас здесь. Поехали. Поехали. Я не могу. Я не могу, Леша. Поехали. Подумай. Не звони. Поехали. Варя. А где все? Ушли уже. Да? А с кем это мы там столкнулись сейчас в дверях? Да это так. По работе. По работе. Катя, что с тобой? М? Ты как сама не своя. Что происходит? Отдохни. Золотова. Выйди на середину. Покровский. Опоздание на час. Прошу прощения, Надеюсь, Петровна. Ночевал за городом. С утра машина не завелась. Пришлось на электричке. А что у тебя за городом? Разрешите переодеться. Продолжаем. Продолжаем. Привет. Привет. А я Светлова отвез и вернулся. Как обещал. Что? Только не думай, пожалуйста, я тут навсегда. Я так не думаю. Это вообще можешь жить сколько хочешь. Странное чувство. Просто здесь все не мое. Но в этой комнате мне уютнее, чем где бы то ни было. Спасибо. Но ты сейчас не здесь должна быть. А где? В Березке. Нет. Да. Спасибо. Отдохните несколько минут. Девочки, молодцы. Все хорошо. Эдита. Да. Я хочу, чтобы ты выучила эту партию. Хорошо, я готова. Отлично. Встанешь на дубль Кате. Спасибо. Спасибо. Катя. Он к Варьке летал. Вот. Выпал из сумки. Это что? Катя, ты что себе позволяешь? Ты понимаешь, что ты срываешь репетицию? Не стыдно к ней по ночам летать? Не стыдно, а? Катя, я тебе все объясню. Не надо ничего объяснять. Я и так все понимаю. Катя, остановись. Ненавижу. Как ты мог? Как ты мог меня поменять? На кого ты? Отпусти меня. Отпусти, не трогай. Никита, срочно. Девочки, давайте в воздухе. Катя. Возьмем тебя сначала на полставки. Помощником швеи. Ну, а там по результатам твоей работы будем решать, что дальше-то. Глеб Иванович за тебя заступился, сказал, что ты способная. Так что, если устраивают условия... Устраивают. Ну что ж, тогда можешь прямо завтра и начинать. А сейчас зайди в отдел кадров. Вот твое рабочее место. Никита, она мне нужна здоровой и активной. У меня отчетный концерт на носу. Надежда Петровна, вы же сами понимаете, что это не усталость, это не износ. Это нечто более серьезное. Что? У нее нервный срыв. Мне пришлось едать успокоительное, чтобы она хоть немножко поспала. Послушай, Никита, ну ты же врач. У тебя полно лекарства. Если какого-то лекарства не хватает, я достану. Скажи, что надо. Отдых. Отправьте ее на три дня в санаторий. Исключите все раздражающие факторы. Тишина и покой. Вот что ей поможет. Это не я Катя сказал. Не важно, кто сказал. Ты обещал мне все уладить. А теперь у нас серьезные проблемы. Накануне концерта. Я поговорю с ней, она успокоится, я ей все объясню. Даже не вздумай. Хватит. Ты и так натворил дело. Неужели тебе не важно, что я влюбился наконец-таки по-настоящему? В который раз, сынок? В первый, мама. Это в первый. Можно. И. Можно. И. Еще раз. Что такое, Игорь Анатольевич? Надежда Петровна, метро уже закрылось. Отправим всех на такси. Продолжайте. Приготовились. Можно. Начнем сначала. Надежда Петровна. Надежда Петровна, приехали. Володя, мне сказали, что ты в курсе, что с Леной произошло. И с Варей тоже. Что это как-то связано. Ничего от ваших девочек не скрыть, да? Расскажешь? Нет. Я не могу, Надежда Петровна. Правда. Не могу. Извините. Да и вообще, вы ваших девчонок лучше меня знаете. Вы их набирали, вы с ними на одной волне. Ох, укачают. Они меня на этих волнах со своими страстями. Так а разве страсти это не ваше самое любимое? Нет? А ну-ка, поехали. Куда? Поехали. Эти нелюди в белых халатах закормили меня таблетками. Я как космонавт. Ну, ничего, отдохнешь? Леша, здесь вообще-то из-за тебя. Ну, прости. Ну, брось ты. Хватит себе лирического героя изображать, ну, на твоем плане. Ну, говори. Хотя… Говори, говори. Если психану, меня тут же доктора под белые ручки примут. Самое правильное место для расставаний. Кать, я… Я не могу без нее. Хотя она мне, конечно, уже не верит. Тут я… Молодец, постарался. Завидую тебе. И ей. Правда. Я тоже полюбила. А потом решила подождать. С любовью так нельзя. С тобой все в порядке. Брось ты что. Переживу. Я себе и отговорку уже придумала. Ну, посмотри, ну какой ты муж. Мне ж мама всегда говорила, муж должен быть. Ну, чуть-чуть красивее обезьяны. А то уведут. Ладно. Мне пора на оздоровительные процедуры. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Почему не работаем? Дорожкова! Почему в столах стоит? Я норму выполнила. Да неужели? Так быстро. А у Никити ж на завал. Давай вторую. Я тебе премию выпишу. Спасибо. Давай. 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 Надежда Петровна, а вы как? Я помню одну девушку, которая пришла на просмотр с «Березком». Двигалась она, конечно, как… Как самовар. Да. Но в ее глазах я увидела страсть. Танцевала она отчаянно, пусть коряла. Но тогда весь мир вертелся вокруг нее, потому что она этого хотела. Тогда хотела. А сейчас? Что сейчас? Я не знаю. Знаешь? Просто боишься сказать. О чем ты мечтаешь, Варя? Я хочу, чтобы мой папа выздоровел. Это любовь к отцу. Ты о чем мечтаешь? Хочу, чтобы моя сестра встретила хорошего человека. Ей легче с нами жилось. Это благодарность к сестре. Ты о чем мечтаешь? Ты! Я хочу танцевать в «Березке». Но я не хочу занимать чужое место. Я хочу заслужить это право быть там. Ты уже заслужил. Ты уже заслужил. По сторонним вход воспрещен. Эдита… Вы мне зеркало перегораживайте. Эдита, это тебе. Ничего не понятно? Я люблю тебя. Я не могу без тебя. А я могу. Прочайте. Я понимаю, я понимаю. Рита, она бывает резкая, она наговорила тебе всякого. Петр Ильич, вы дурак? Нет. Эдита, я… Я не знаю, что мне сделать для того, чтобы вернуть тебя. Я… Я готов на все. Ну, все? Ну, присоединяйтесь. Как? Ну, в прямом смысле. Вам тоже не мешает десяточку килограммов в росте. Эдита, я… я… я все решил. Я разведусь с женой, и мы будем жить вместе. Говорите, не дурак. Петр Ильич, иди домой. К жене. Она явно за вас переплатила. Домой. Том, Катя, в чем дело? Это мое место. Это Надежда Петровна поставила. Эдит на это место. Светлова тоже может ошибаться. Эдит, отойди. Это не тебе решать. Ксения Дмитриевна. Все, кроме Покровского, покиньте зал. И я? Военисты остаются. Горшкова! Ребят, поживее. Ну, быстрее, быстрее, быстрее. Благодарю. Закройте дверь. Пожалуйста, фарфор. Третья пара. И... Алексей, очнись. Танцуй. 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 Ну вот. Вот эти чувства мне не нужны были. Ох, если б вы еще и станцевали! Цены бы вам не было. Надежда Петровна Сама пришла к тебе на швейную фабрику Слушай, ну все, точно в солистке Теперь все Машка, угомонись, сглазишь С возвращением солистка А что это ты со мной в таком тоне разговариваешь? Тонму не нравится Зазналась Ты не понимаешь? Мало того, что ты всеми силами Пытаешься нас из березки вытравить Так ты еще и Лениного папу Пытаешься из семьи увезти Ты вообще нормальный человек Ну увлекся он мной Я здесь ни при чем Да Лена из-за этого с семьей поссорилась Из березки ушла Ну что? Жизнь сложная штука Она сложная, когда ее усложняют Такие, как ты А кто это меня здесь учит? Ангел? Которая Лешу из-под Кати выдернула Леша Это другое Катя, объясни То есть ты хочешь сказать, что у тебя с Петром Ильичем Все по-настоящему? По-серьезки, любовь? Не представляешь, какая Отвали Добрый день Добрый день У себя? Туда нельзя Надежда Петровна Здравствуй, Надя Надежда Петровна Мы же с вами все обсудили по телефону Боренька, я рада тебя видеть А Юрий Андреевич, очевидно, сообщил для тебя Приятную новость Ну что за позерство? Решением комиссии Министерства культуры Мой коллектив отстранен от участия в конкурсе Да, вчера собиралась комиссия Было обсуждение По совокупности фактов, нарушений Боренька, ты победил досрочно И ты едешь в Испанию Юрий Андреевич Получается, что вы Недооцениваете мой коллектив? При чем здесь это? Я прошу прощения Подачки мне не нужны Мы готовы участвовать в конкурсе Но на равных с Березкой А если не участвует Березка Простите Не участвуем и мы Боренька, ты настоящий джентльмен Прошу меня извинить До свидания, Надя Всего доброго До встречи Кто? Я к Лене Ты что, читать не умеешь, а? Там же по-русски написано Лена, два звонка Я, три звонка Звони правильно Варька, привет Так, ноги натирайте, ноги Проходи Все мозги в ноги ушли Хотя, в такие ноги Нога не поместится Варь, я так рада, что ты приехала Спасибо тебе В тот вечер Мне так нужна была твоя поддержка Лен Ты должна вернуться в Березку Но ты больше всех этого заслуживаешь Ты же помнишь конкурс Восемьдесят человек на место И тебя взяли Это же что-то значит Но ты же знаешь, почему я не могу вернуться И ты позволишь ей победить Да она же все это подстроила Чтобы выбить тебя, меня Так давай ей докажем Что у нее ничего не получилось А рано или поздно Она сама попадется на свои пакости А ты не дай ей разрушить свою жизнь Ты же хочешь вернуться в Березку Приходи Редактор субтитров А.Семкин Вот, товарищи Настоящий народный испанский танец В исполнении ансамбля Товарищи Ивсеева Спасибо Спасибо, Борис Максимович За этот прекрасный танец Я считаю, что на данный момент Это лучший танцевальный коллектив В Советском Союзе Браво Мы уверены, что у этого коллектива Есть все шансы представлять СССР на конкурсе Перфекто Где коллектива? Березка А где коллектива Березка Ну а как же без нее Теперь русский народный танец Начинается в исполнении ансамбля Березка Начинайте КОНЕЦ 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 Не понимаю, как у тебя это получается Еще утром я был уверен, что у меня сто процентные шансы Ну, теперь, Надя, твой номер — это что-то невероятное. Боря, ты же знаешь, как я ценю твое мнение. Оно для меня очень важно. Тебе, правда, понравилось? Наденька. Спасибо. Спасибо. Комиссия приняла решение. Варя, сегодня ты была на высоте, и с этого момента ты официально принята в «Березку» танцовщицей. Боря! Спасибо, Надежда Петровна! Поздравляю! Браво! Ну, Варвара, теперь выходи за меня замуж! Так сразу. Ну, а чего еще ждать? Сейчас нельзя. А когда можно? После Испании? Боря, скажи, а после каких гастролей будет нужно? Леша, давай потом поговорим. Давай, потом. Давай потом. Ты точно такая же, как моя Светлова. Поздравляю. Поздравляю! Ну, Варя, поздравим тебя! Леша! Леша! Давай, не при всех. Ну, ты же все решила за нас двоих. Это еще и прилюдно. Ты поэтому прилюдно мне отказала? Так я же не сказала тебе «нет». Ты не сказала мне «да». Лешечка, танцевать, это же всегда была моя мечта. И вот она отсуществилась. И вдруг семья, дети. Я сейчас не готова. Я понял. Я думал, мы оба хотим одного и того же. Я ошибся. Да нет, я тоже хочу этого. Очень правда. Но сейчас не могу. Да нет, Варя. Иначе тогда еще ты бы вернулась со мной, а не со Светловой. Алексей, сядь в машину. Мне нужно с тобой поговорить. Володя, выйди на минуточку. Я сделал все, что ты хотела. Ты выиграла свой конкурс. Чего еще ты от меня хочешь? Не горячись. Ты и твоя березка лишили меня всего. Сначала тебя, потом всего того, что было у всех. Потому что ты не все. Да? А ты скажи, это мальчишке, который хочет мяч во дворе погонять. Только вместо футбола у него репетиции. И вместо матери. Педагог по танцам. Я всегда была с тобой честна. И ты знал, что работа у меня на первом месте. Березка это... Березка, Березка, Березка. Я всю жизнь слышу, что это Березка. И варят туда же. Скажи, вы что думаете, что это так благородно? Что вы служите каким-то высоким целям? Только это никакого значения не имеет, если вам наплевать на близких вам людей. Это не так. Ты сейчас обижен. Остынешь, поймешь. Скажи, а что папа, он не остыл? Прекрати. Нет, ты скажи честно. Отец ушел у тебя, потому что тебе было на него доплевать. Так ты лицемерка, мама. Да. И вся твоя березка, это одно сплошное лицемерие. Алексей. Признайся хотя бы себе и честно, что ты просто не умеешь любить. Ни ты, ни твоя Варя. Вот и будешь счастлив вместе. Алексей! Не знаю, зачем ты этот концерт устроил. Ну, а как иначе? Ну, вообще не надо было эту всю ситуацию доводить до конкурса. Отправил бы весь ансамбль на полгода в Сибирь. Не, ну, на гастроли. Тюмень, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и дали по-баму. Может, тогда сейчас все переиграем? А, а вот это уже некрасиво будет. Испанцы скажут, что же это СССР слова не держит. Эх, недоценил-то Светлову. Я думал, она там где-то в облаках витает. Ни хрена. Она и твою голову на стенку вместо охотничьего трофея повесит. Что ж теперь делать? Поедешь со Светловой на все гастроли, будешь следить, чтобы она чего не выкинула. Андрей Михайлович, все эти ансамбли, танцы, не могу, не мое это. А это уже партия решит. Твое, это не твое. Учись работать с людьми. Ну, мы же с вами договаривались. Вы обещали мне рекомендовать Костюну в министерство торговли. Да и рано тебе еще торговлей заниматься, иди. Куда идти? О, да. Это ж твой кабинет. Извини. Ленок, сковородку одолжай, а? Не могу, Витя. А что это у тебя? День рождения, что ли? На работе праздник. Ничего себе! Мне бы такие праздники, а! Витя, так ты замуж выходи, будто у тебя такие праздники. Так, ноги вытер. Свежие. Шапку сними! Давай, раздевайся. Привет. Ну, садись. Картошечка, моя любимая. Да, а то сейчас все остынет. Давай. Садись, садись. Садись. Так. Вот. Приятного аппетита. Да, спасибо. И тебе. Спасибо. Володь. А? А что ты молчишь? Она же совсем не соленая. Да нормально. Ну, как нормально? Давай я тебя посолю. Да, давай. Да очень. Ничего страшного, бывает. Володь, возьми, возьми мою. Перестань, я сейчас с краю раскребу. Володь, ну, серьезно. Возьми. Глент, прекрасно. Володь, ну не надо так со мной. Как? Ну, как с маленькой. Хорошо, не буду. Держи. Еще. Еще. Угу. Еще хочешь? Не хочу больше. А что хочешь? Колбаски? Потому что я хочу. Что? Оказалось. Замуж за тебя хочу. Так я не против. Так я не против. Так я хочу. Так. 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 Набегалась? Я ключи принесла. Опять твои игры? Я просто соскучилась. Папулечка, все хорошо, да, меня взяли в березку, ага, а скоро, представляешь, скоро едем в Мадрид, а как у вас? Ну, слава богу, все хорошо, Леша, а что тебе Саша сказала? Сейчас, нормально, пап, ну как поссорились, так помиримся. Да, все, прости, у меня монетки заканчиваются, да, я тебя целую, обнимаю, папулечка, да. Скоро тебе еще позвоню, давай, все, люблю тебя, пока. Признаться, я удивлен и совсем не ожидал после такого успеха. так вы меня берете, я не хочу ссориться с Надеждой Петровной. И не надо. Это мое решение, я же не крепостной, чтобы меня до пенсии держали в березке. А все-таки, почему? Мне пора двигаться дальше. Разумно. Ну, значит, вы согласны? Конечно, да. Алексей Покровский. Добро пожаловать в мой ансамбль. Надежда Петровна, можно? Я не знала, что так произойдет. Варя, твоей вины здесь нет. Алексей всегда был таким. Он, как ребенок, увидит игрушку и сразу хочет ее заполучить. Он ушел? Не знаю. Но если да, то он опомнится. Ближе нас у него никого нет. А если не одумается, что нам тогда делать? Танцевать. Мы будем танцевать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смотрите, какие у них суровые лица. Да, это тебе не горячие испанцы. Да ладно вам, нормальные зрители, вон сидят улыбаются. По случаю окончания гастролей в Париже, сегодня у нас ужин с журналистами. Надеюсь, обойдемся без сюрпризов. Если вы так боитесь сюрпризов, можете поужинать без. Мог бы поужинать. Девушки должны отдохнуть. Но вы же их не уголь везете добывать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ваш выход. Я подожду. Эти овации принадлежат моим артистам. АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Андреевич, мне с вами ехать. Перевод потребуется. Нет, идите в автобус. Игорь Андреевич, мне с вами ехать. Перевод потребуется. Товарищи журналисты, расступитесь, девушки устали. Девушки устали, а я нет. Да, конечно. Пожалуйста. Катерина, позвольте вас довезти на машине. Смотри, а Миронов-то ничего, на королеву нацелился. А ты не завидуй, дитка. Я? Да мне бюрократ в туалет не нужен. Ну, конечно. А вот личная карета мне бы понадобилась. Курету я бы. Посмотри на нее. Вы при всех посадили меня к себе в машину. Сплетен не боитесь? Не боюсь. Коля, тормозни, пожалуйста, у того магазина. Поможете мне в одном деле? Нас же ждут на ужин. Ничего без нас не начнут. Девочки, смотрите, Мулин Руж. Это же кабары. А почему Мулин Руж? Мулин Руж переводится как «красная мельница». Помню, когда я впервые приехала в Париж на гастролях. Сбежала посмотреть Мулин Руж. Это было что-то невероятное. Так, вы ничего не слышали. Спасибо. Это для вашей дочери? Я не женат. Что посоветуете? Сколько я лет? Десять. Угу. Тогда вот это. Джинса? Это же американская одежда для пастухов. Вы бы просили меня помочь. Тогда доверяйте мне. Она это ценит. Как скажете. Как вам, парижская публика? Вы намерите сюда вернуться еще раз? Скажите, это правда, что вы совмещаете занятия танцами с работой на заводе? Про завод они серьезно? Вполне. Давайте я отвечу всем сразу. Дорогие товарищи журналисты. Ансамбль «Березка» воплощает в себе все самое лучшее, что есть в Советском Союзе. Ансамбль «Березка» – это инкарнация всех миллионов в Советском Союзе. Это трудоспособность. Это качество работы. Сила. Благородство и веру в человек. Благородство и веру в человек. Мы в СССР верим, что культура должна быть доступна для народа. Наши артисты – представители всех социальных классов, но, прежде всего, рабочие. Идиотизм. Вы русские. Уи, мадемуазель. Я думала по Франции. Спасибо за комплимент. Я советский репортер. Газета «Известия». Освещаю вашу поездку. Ну, освещайте. Любой советский человек может стать кем захочет. Главное – это талант. Но, в остальном, мы поможем. Но, в остальном, мы будем помогать. Они все-таки спрашивают про заводы. Позвольте, я отвечу. Позвольте мне ответить. Я считаю, что 8 часов тренировок девочек у балетного станка так же тяжело, как и труд рабочего у станка на заводе. Но в Советском Союзе любой труд в почете. Товарищ Светлова совершенно точно заметил о любой труд в почете. Камера Светлова все хорошо заметил, что каждый труд в качестве донора. А теперь, позвольте вручить всем вам приветственные сувениры. А теперь, permettez-moi, ду-ру-метра, нотти-кадо. Позвольте и мне. Permettez-moi aussi. Мы благодарны всем вам за ваш теплый прием и, в знак своей симпатии, даем вам теплоту наших сердец. Мы очень благодарны вам за этот радость. И, по-другому, мы хотим дать вам нашу позицию. Прошу. Девочки. Надежда Петровна, я же просил вас без сюрпризов. Юрий Андреевич, людям нужно дарить то, что нужно им, а не то, что нужно вам. Надежда Петровна, простите, девушки очень устали, просят, чтобы я проводила в гостиницу. Ну, хорошо. Идите. А мы с Юрием Андреевичем еще поразвлекаем французов. Спасибо. Ура. Ура. Куда? Молен Руш. Иди, да, ты чего не идешь? Не-не, у меня другие планы. А Катя, где Катя? Ты ее Миронов не пустил. Ну, она не очень. Ты ирвалась? Я девушек в гостиницу провожу. Один мне положено. Анатолий Борисович разрешил. Да, да. Ой, не верите? Пойдите спросить у своего начальства. Ждите здесь. Конечно. Ты что? Ну, что? О, Катя! Куты, девочки, куты! Куты, 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 куты! Не падать! Володя, ты что? Ножа арестуют! Чего? Будем надеяться, Анатолий Борисович перекроет! Скажите, а где у вас Молен Руш? Молен Руш! По-русски не понимает! Да он по-русски не понимает, Ваня! Молен Руш! Мельница! Мельница! Я так тоже могу! Спасибо! Молен Руш! Мельница! 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 Спасибо! Девочки! Девочки! Бежим! Спасибо! Спасибо! Будешь в Москве, заезжай! Мелница! Мельница! Вы сказали, что я не сказал! Мельница! Успокойся. Будут. Будут, не видишь, только начали костюмы показывать. Девчонки, девчонки, представляете нас в таких костюмах, а? А я представляю. Как же это эффектно, а? Да, очень. А я бы так не смогла. Я тоже не смогла. А я бы смогла. Я смогла бы. Да кто вас возьмет-то? Ой-ой-ой. 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 ПОВИТЕСЬ НА КАКОНОМ ЯЗЫКЕ Понятно. Что? Это я девочкам проговорилась, как я в свое время сбежала Муленруш посмотреть. Ну, не будем мешать. Пускай французы видят, как советские артисты проявляют свои чувства. Свободно, открыто. Свободно, открыто. Свободно, открыто. Свободно, открыто. Свободно, открыто. Свободно, открыто. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Понравилось? Очень. Жаль, что у нас такого нет. И хорошо. Вседозвольность в отходе, наверное, суберси. Приводит к разложению в обществе. А может, вы не будете таким занудой? А то я уйду. Спасибо, мне нельзя пирожные. Катерина, это же знаменитый лимонный тарт. В союзе такого не делают. Катя, попробуйте. Уверяю вас, этот тарт ни в коем случае не полюдит вашей фигуре. Вы меня собираетесь как ребенка с ложечки кормить? Я ж вижу, вы хотите попробовать? Какой нежный. Действительно, очень вкусно. Вы такой настойчивый, а не женатый. Почему? Банальная история. Девушка, которую я любил, вышла замуж за моего лучшего друга. Простите. Ничего, не извиняйтесь. Никто не пострадал, все остались живы. Тем более, это в прошлом. Кстати, комбинезон, который мы вместе выбирали, ее дочери. Вы странные. Комбинезон. Она предала вас вашим другом, а вы дарите ей комбинезон? Я ей помогаю. Они развелись семь лет назад. Так почему вы? Я же сказал вам все в прошлом. Вы точно странный, но интересный. Тогда предлагаю перейти на «ты». Как же ты танцевала! Может, ты рано ушла? А я и не уходила. Я просто поменяла позиции. А я вам не помешала? А вы все успели? Да. Хочешь пойти? Нет. Лен. А я вам не помешала? А вы все успели? С годовщиной! С годовщиной! Когда вы успели его купить? Да неважно. Задувай свечу. Ура! Варь, давай, бери там стакан. Сами, сами, сами. У меня там шашлык в номере готовят. Я такое пропустить не могу. Как шашлык? Мы тогда тоже скоро придем. За нас. Слушай, у нас Лариса убьет зубчики. Не убьет. Ну, отмоем. Что? Фу, а там воняет. Вы сейчас мясо сажете вместе с гостиницей. Зато валюту сэкономим найти. Бонжур. Привет. Бонжур. А что не в кастрюле? Французский. Не понимаю. От потрясенного зрителя. Джонни, где папа? Интересно, кто это? Да тебе не все равно. Поклонник. Ой! Девчонки, я ничего не делала. Поклонник. Я просто в номере пробки выбила. Понимаете? У нас все это нету, потому что пробки выбила. Как будет? Я не помню. Володя! Володя, что орешь? Да какую полицию? Спокойно, не надо полиции. Я просто пробки выбила. Я сейчас вставлю. Давай. Да давай фонарь. Где щиток? Что? Где? Сам найду. Просто, понимаете, какая такая ситуация. Держи. Давай. Опа. А где пробки-то? Мы сами не поняли, что мы ничего не делали. Мы сами не заметили. Ну, ну, сейчас, сейчас, наш директор во всем всерьез. Что, Лен? Красный или синий? Володь, давай скорее, они там французскую революцию поднимают. Я им сейчас про Бродино напомню. Володь, ну быстрее, Володь. Что? Быстрее, да. Варь, иди, время тяни. Ага. Варя. Бонжур. Мы требуем русского посла. Требуй. Русского посла. Вот, вот. А вы боялись. В Москве, чтоб пробки встать, милицию не вызывают. Понял? Пардон, кто вы? Он спрашивает, кто мы. Мы «Березка», это танцевальный русский ансамбль «Березка». Березка, адекватная танцов. Березка, ансамбль «Березка»! В русский народный танцовый. Ой, Березка! Березка! Березка мы, да! Прекрасно! Ну здорово! Да, все познакомились! Да, все познакомились! Ты, если что, мне звонил, понял? Володя! Что? Володя, давай! Заброй! Все, все, все! Не надо! Володя, надо сдать отчет в министерство. О поездке. Он готов? Надежда Петровна, обижается. Я еще порежусь. Молодец. Варя, не приходи завтра на репетицию. Отдохни. Хорошо? Спасибо, Надежда Петровна. Всего доброго. До свидания. Ну что, куда? Домой? А может, где-нибудь? А там чей-то бывший идет? Ну, почему бывший? Домой. Привет. Привет. Чудесно выглядишь. Спасибо. Девчонки, я вас догоню. Улетаешь? Да, выступление в Челябинске. А мы вот в Париже были. Варя из Парижа, это звучит уже совсем по-другому. Володя, по-моему, Варе нужна помощь. Иди, помоги. Иди, иди. Сейчас помогу. Здорово, Лешка. Здорово. Дорогая, ну что, пойдем, нас такси ждет. До свидания. Рад был видеть. Леночка. Леночка. Привет, пап. Привет. Я помогу? Ты что кирпичи видишь из Парижа? Ну, сказала бы, я тебя встретил в аэропорту. Не надо, спасибо. Сама могу справиться. Я зайду? Ну, зайди. Угощиться от чая. С печеньем парижским. О, явилась, а? Ноги вытирайте. Без и прочим, вчера твоего дежурства было. Почему я за тебя должна полы драять, а? Извините, пожалуйста. Мы на гастроли уезжали. Я же вам говорила, помните? В следующий раз я за вас помою. Так, проходите. И что, сюда? Да, вот сюда поставь. Донимают? Соседей? Нет. Ну, так. Это Лида. Она пока замуж не вышла, вот и вредничает. Это ее так мама говорит. Мама, кстати, у нее хорошая. Я иногда их задавливаю чем-нибудь сладеньким. Так, о, печенье. Сейчас чайник поставлю. Нет, нет, подожди. Мы с мамой решили. Мы отдаем вам большую комнату. Меня тут все устраивает. Ленечка, у нас вам будет гораздо лучше. Ну, что тебя здесь держит? Володя. Володя моя семья. Ну да, ну да. Лена, вот это от меня. У вас недавно была годовщина, так что сделаешь подарки себе и мужу. Спасибо, пап. Ленечка, можешь мне помочь? Ты можешь передать записку для Эдиты? Пап, ты с ума сошел? Доченька. Мне очень нужно с ней поговорить. Уходи. И записку с вами сбери. И деньги. Редактор субтитров. Субтитры подогнал «Симон» 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 Имеет значение его отношение ко мне И он свой выбор сделал Ну потому что он не знает правды Он не знает своих корней Он не понимает сам себя и поэтому бежит от себя От тебя он взял столько же, сколько от него О чем он поет «Симон» О надежде Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Не расстраивайся, ты все равно молодец, а спину держать надо Лариса, мне нужен отчет по тканям за квартал Тише потом Когда? Завтра Слушай, я тебе что, мальчик на побегушках, что ли? Ты что на меня орешь? Тебя в Париж не взяли, теперь на все их злость вымещаешь? В Париж я не поехал сам, потому что у меня здесь дела Ох, и сам, дела у тебя рылись-то в пушку Ты за языком следи Это хорошо, что тебе еще выезд запретили, а могли бы Не лезь не в свое дело, Лариса Гена, я тебя предупреждаю Если твои дела превратятся в дела об ХСС Не дай бог зацепят, надели меня учти Ты что говоришь-то? Гена, ну что ты меня дуру-то строишь, ты сам понимаешь о чем Я не играю с огнем, говорю, предупреждаю тебя Да я же просто хотел Отчет по тканям За квартал Ну, когда? Завтра Почему не сегодня? Кто-нибудь телефон возьмите! Завтра Я падаю Алло Алло Опять? Ну сколько можно? Опять тот поклонник Да идиот какой-то, два года звонит, запит, звонит, запит Ну хочешь, я с ним поговорю? А? Чего повесился? Сейчас позвонят в дверь Открывай. Стой! Что я тебе говорю? О, Риналь. Варя. Привет. А ты не видел, кто из моего подъезда только что выбежал? Не-а. А ты что тут делаешь? Очень тактичный вопрос. Спрошу тебя взрослого мужчины, что он делает около женского общежития поздно ночью. Иду. Так, а ну-ка посмотри на меня. Твоя работа? Что ты имеешь в виду? Так это ты мне два года в трубку дышишь и цветы носишь? Ношу я. Дышит он. Ничего не понимаю. Это розыгрыш какой-то? Варь. Меня попросили. Кто? Кто-кто. Угадай с трех раз. Варя. Надо поговорить. Да. Почему ты мне звонишь и сопишь в трубку? Ну, хочешь что-то сказать, ну скажи. Ты меня с Володей не перепутала? Трус. Я? Трус. Ты трус. Почему я так долго ждала? Я боялся. Ну, я же говорю, трусишка. Надя, идет большая игра. Горбачев с Регеном должны встречаться в Рике и Авике в осенью и подписать соглашение о сокращении запасов ядерного вооружения. Встреча на границе рыбы. Все очень серьезно. Американцы сейчас сомневаются, стоит ли им присылать своих спортсменов на игры доброй воли в Москве через два месяца. Толя, я тебя умоляю, я так далека от всего этого. Что нужно от березки? Надежда Петровна, прошу. Надежда Петровна Светлова, руководитель лучшего советского хореографического ансамбля русского народного танца «Березка». Надежда Петровна, скажите несколько слов про гастроли. Про какие гастроли? Хорошая шутка. Про которую мы только что говорили. Гастроли «Березки» в Америку. «Березка» завоюет Америку без единого выстрела. Я много наслышан о красоте русских женщин, но реальность превзошла все ожидания. Юрий Миронов, Министерство культуры СССР. Грегори Макдональд, импроверсарио. Мое агентство отвечает за гастроли «Березки» в Америке. Очень приятно. Можно, с вашего позволения, я украду эту прелестную даму на медленный танец? Конечно. Я знал, что гастроли будут для тебя таким сюрпризом. Был уверен, что ты в курсе. Миронов заигрался со мной в холодную войну. Так в чем сакральный смысл этих гастролей? Заканчивай мысль. «Березка» едет в США. Показывает нам нашу открытость, готовность к диалогу, наша ратушия. И мы ждем американских спортсменов у себя на играх в доброй воле. А потом Рейгана в реке Авике. Это важно, Надь. Ну, станцует «Березка» хорошо. Не подведем, я в этом уверена. А в остальном... В остальном это наше дело. Нет, нет, этот номер не годится. Давайте попробуем цепочку. Девки, кто знает, который час? Какая разница, спешишь куда-то, что ли? Да. То есть, нет, ну, я думала, у нас только утренняя репетиция будет. Кто же знал, что из-за этой Америки Светлова просмотру всего репертуар устроит. Давно нас так не гоняли. И чего такого в этой Америке? Убиться ради нее, что ли? Да, убийца. Мы не должны тому позориться. И чего ты завелась? Потому что я хочу в Америку. Все должны быть в ауте от нас. Если тебе что-то не нравится, оставайся в Союзе. Без тебя станцуем. Так чем мы собираемся удивлять американцев, Юрий Андреевич? Светловой. Так она уже удивила. Вот. Березка завоюет Америку без единого выстрела. Ты представляешь, что несет? Это при наших отношениях сегодня с американцами. Андрей Михайлович, позвольте предложить. Гастроли Березки в Штаты должна готовить не Светлова. А кто? Она, так сказать, рудимент ушедшей эпохи. Все ее номера устаревшие штампы. Нам нужен кто-то современный, с новым мышлением, свежими идеями. Нет, нет. Это рискованно. Времени мало, можем не успеть. Успеем. Предложим ему сделать вступительный номер, открывающий концерт. Что-то яркое, современное, в духе времени. А остальное, это старый репертуар Березки, который он освежит. Толково. Ищи. Спасибо. Проходи, можешь не разуваться. Ну вот, а это тебе, из Ленинграда. Ты бы, конечно, сама лучше шила, но это тоже вполне можно носить. Ну, если тебе не нравится, ты... Мне нравится. Красиво. Очень. А можно я ее примерю? Конечно. А что это? Покурим. Я не говорю, ты знаешь А это не сигарета А что? Дурь Наркотики? Какие это наркотики? Это же не морфий, не героин Так Молодство Ты вообще в наркотиках не раздаваешься? Нет, я не собираюсь Слушай, кури на кухню и не трави меня Мне еще детей рожать Дунешь? Отвали Ну и сиди Надежда Петровна Здравствуйте Как официально? Могу войти? Ты не один? Один Чего ты хочешь? Что это? То, что ты давно хотел знать Твой отец То есть он не летчик, не пограничник? И не футболист Он оттуда Леша Поэтому я не могла тебе всего рассказать Спрашивай Я отвечу на все вопросы Я готова Пожалуй, я не готов Хорошо Поговорим потом Я про него столько в детстве фантазировал Столько напридумывал И что знаменитый он Ну, в общем, ты слышал все Ну, чтобы вот это Что мне теперь со всем этим делать? Познакомиться Ларь, прости Можно я сначала Сам А, да, конечно Так даже лучше Девчонки не будут расспрашивать Где я так долго гулял Спасибо Тебе очень идет это платье Тебе очень идет это платье Спасибо Продолжение следует... Продолжение следует... А давай их пригласим сюда... Сделаем шашлы, выпьем вина и шампанского... Шампанского? А почему мы не можем это сделать без них? Мужем... Она домой-то не приходит, а ты ее хочешь сюда заманить, на дачу... Надо было раньше думать... Сбежала из-за твоих похождения... Ну, хватит, хватит, Риль. Позовем их сюда. Здесь хорошо, здесь воздух. Пойми, если мы не наладим с ними отношения, Ленка окончательно нас забудет. А потом, ты же хочешь увидеть своих внуков... Вот только не от этого человека... Ян, что халтуришь? Вырасти на опорной, рабочая нога на 90 градусов. Надежда Петровна, я... Покажи. Ну, можешь ведь? Можешь! Извините, товарищ Миронов, но я вынуждена вам отказать. Я считаю, что в Советском Союзе есть один человек, который может заменить Светлова. Кто? Она сама. Я предлагаю вам гастроли в Америке. Такой шанс проявить себя. Понимаете, труппы любого ансамбля собирается хореографом под себя. По крупицам. Это живой организм. И хореограф неотделим от танцоров. А вы мне предлагаете отрезать рыбе голову и заставить ее плавать. Я вас понял. Не думаю. Я вам советую оставить все как есть. Я же не единственная, кто отказалась. Нет. И это вас ни в чем не убеждает? Всего хорошего. Счастливо оставаться. Давай простимся легко, без лишних резких слов. Ведь небо там высоко, где нету облаков. Давай простимся легко, как будто мы друзья. Нет, ну нет, ну не то все. Ну что… Шура, ну что за фигня? Что оно мне нравится? Ну я же просил проигрыш на припеве, как у Batboys Блю – тара-та-та-та-та-та-та. Та-ра-та-та-та-ра-та. Понял. Будем тырить. Почему сразу тырить? Вдохновляться, создавать аллюзию, понимаешь? Ты куда едешь? В Германию? Так вот, там это называется плагиат. О, привет. Я сейчас. Секунду. Валентин Ларин. Совет-поп-стар. Алексей Покровский. Совет-дэнст-стар. Очень приятно. Будем на ты. Давай. Старичок, спасибо, что приехал. Смотри, какое дело. У меня в октябре гастроли в Ферве. Первый раз еду в Кап-страну. А у них там мода на все русское. Матрочка, балалайка, перестройка. Понимаешь? Да, да, понимаю. Так, от меня что нужно? Я хочу, чтобы ты поставил три танцевальных номера. Народных? Ни-ни-ни, ни в коем случае. Никаких присядок, красных рубах, вот этих медведей. Ничего это идет. То есть, тебе даже балалайку брать не будет? Даже балалайку, да. Вот. Так что, я хочу, чтобы это было все на суперпрофессиональном уровне. И без Чингисхана. И без Чингисхана. Мне нравится. А, деньги меня обижу. Своим приятными делом. Займем. Добрый вечер. Вас жду. Спасибо. Катя, прекрасно выглядишь. Спасибо. Присаживайся. Спасибо. Попробуй шашлык. Здесь удивительно сочный и вымочен в сухом рене. Только если чуть-чуть. Спасибо. Скажи, а Светлова подготовила уже репертуар для Америки? Юр, ну мы же договорились с ней обсуждать работу. Прости. Просто для меня это очень важно. Почему ты так настроен против нее? Катя, я люблю порядок, а Светлова вносит беспорядок. Но творчество это всегда беспорядок. Но в случае со Светловой настоящий хаос. Ее поступки невозможно ни контролировать, ни даже спрогнозировать. А так нельзя. Юр, ты здесь ради меня? Или ради того, чтобы добраться через меня до Светловой? Катя, я здесь ради тебя. Спасибо. Для меня это важно. Я правда тебя не использую. Верь мне. Чин-чин. Чин-чин. Вот Алексей. Официальная биография. Елинг Дэвид. Так, год рождения 30 апреля 1935. Высшее музыкальное образование. Американский исполнитель музыки в стиле джаз, сол. Это что, это все? Сухие факты. Хочешь узнать, какой он был человек, поговори с матерью. А может быть вы поговорите? Я поговорил. Поговори с матерью. Придется. Таким образом, в глазах гостей, присутствующих на приеме в американском посольстве. Товарищ Светлова, своей неуместной шуткой носит на завоевание Америки, поставила министерство культуры и всю советскую делегацию в неудобное положение. Я думаю, вы переоцениваете мою значимость для мировой политики. Заголовки западных газет вас не убеждают. Ну, вы знаете, друзья, мы не можем больше рисковать. Товарищ Миронов, подготовьте нового художественного руководителя ансамбля на время гастролей. Ловко. Это временная мера, Надежда Петровна. Она вам пойдет только на пользу. И уже нашли человека на мое место. Павел Федорович, что у нас там на повестке? Да, братья Стругацкие, волны гасят ветер в журнале «Знание Сила». Репринт журнала уже издана, дельная книга в Израиле. Опять Стругацкий. Ну, надо же. Проходи. Ну, что, расскажи? Как вы с ним познакомились? На фестивале молодежи и студентов. Он тогда был начинающим музыкантом. Мы провели три дня вместе. Не знал, что ты говоришь по-английски. А нам и не нужно было. Хотя вначале нам помогал Анатолий. Он переводил. Тогда он стал мне другом. И что? Что вы больше никогда с ним не общались? Переписывались. Недолго. А потом он прислал мне приглашение на въезд в США. Но я уже была беременна тобой и не поехала. Отказалась. Почему? Времена были другие. И мне настоятельно рекомендовали прекратить с ним всякое общение. А тебе я ему не сказала. А когда ты родился, Анатолий помог мне записать тебя на мою сестру. Нет, мне все-таки объясни, почему ты не уехала? Я хотела нам другого будущего, чем жизнь на чужбине. Какого будущего? Я до 12 лет не знал, кто моя мать. Алексей, я не всегда была идеальной матерью, я знаю. Но я старалась. Как могла, старалась. Ты любила его? Ну, какое это имеет сейчас значение? Понятно. Поэтому ты больше никогда не вышла замуж. Поэтому ты всю жизнь прикрывалась своими танцами. Леша, пожалуйста. Поэтому ты отдала меня сестре, потому что я тебе всю жизнь напоминаю о нем. Леша. Что Леша? Леша сирота. Всю жизнь при двух живых родителях. Уходи. Уходи. Ты не имела права не говорить мне о моем отце. Слушай, ты не знаешь, что у нас в выходной-то собирают? Да кто его знает? А это что за клоуны? Не знаю, брейк-дансеры какие-то. Ну, что вы тут топчете? Ну, вот мы сейчас и узнаем. О, ребят, вы из Березки? Ну, это из Березки. А вы? Я Ян Кук. Ян как? Не как, а Кук. А, Ринальд Пак. Ринальд как? Пак. Очень простой, Яша. Привет. Здрасьте. Добрый день. Товарищ Кук. Товарищ Миронов. Можно у нас? Напоминаю, с ансамблем построже, без панибратства. Да, мне уже говорили, я все понял. Знаете, Кук, не справитесь, можете забыть о работе в Москве и отправляться к себе в Таллин. Товарищ Миронов, я всех собрал в большом зале, как вы и просили. Ждем только Надежды Петровой. Прости. Мы начнем без нее. Проходим. А как без нее? Геннадий Иванович, есть вопросик. Ну, пойдем, решим твой вопросик. Если он действительно стоящий. Конечно. Все неважно. Все равно возьмут. Товарищи артисты. Вы все знаете о важности предстоящих гастролей в Америку. Нам очень важно, чтобы эти гастроли прошли успешно. Без провокаций, как внешних, так и внутренних. Надеюсь, вы это понимаете. Хорошо. Отделом пропаганды ЦК КПСС Светлова Надежда Петровна отстранена от подготовки ансамбля «Березка» гастролей в Америку. Все, 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 все. Понял, 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 понял. Что случилось? Тишина. Я сейчас все объясню. Слушайте внимательно. Исполняющим обязанности хореографа назначен заслуженный артист Эстонской ССР Ян Кук. Ян Кук, пожалуйста. Добрый день. Прежде всего, я хотел бы сказать, что Надежда Петровна, как была, так и остается вашим руководителем. Я же буду заниматься гастролями и постановкой вступительного номера. А почему Надежда Петровна нам ничего не сказала? Пожалуйста, не перебивайтесь, товарищи Кука. Все нормально. Ребят, я нахожусь в такой же ситуации, и для меня это так же неожиданно, как и для вас. Я понимаю, что вы привыкли работать с Надеждой Петровной, но сейчас ситуация диктует нам новые правила. У нас с вами общая задача. Я думаю, что вы все профессионалы и способны поставить интересы коллектива выше своих собственных. Девчонки, ну вы чего, а? Ну хорош дурака валять. Давайте одевайтесь. Не обращай внимания. Колхов делал добровольно. Хотят, чтобы их уволили? Пожалуйста. Девочки, да вы поймите, если мы все сейчас упремся, никого не уволят. А Маньков с Мироновым могут уволить. Бар, ну ты идеалистка. Ну какая разница, кто танцы преподает? Сказали же, Светлова остается руководителем. А если бы выпендриваться, нам вообще шиши о ней гастроли. Стой! 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 Что-то случилось? Ну, в общем-то, да. Я не понимаю, что происходит. Этот парень, ну очень молодой. И он с нами не справится. Светлова она, да, она держала нас ежовых рукавицах. А он... Кать, в том-то и дело, что ансамбль уже давно самостоятельная единица. Вам не нужны ежовые рукавицы, вам нужен свежий взгляд со стороны. Кать, мне очень нужна твоя поддержка, правда. Понимаешь, сейчас такое время, когда никто не знает, как правильно. Но я обязан принимать решение, обязан. Понимаешь? Да поймите вы, дело не в гастролях, не в номере. Просто если мы сейчас поддадимся и уступим, это будет предательство по отношению к Светловой. Откройте! Абсолютно с этим согласна. Сегодня этот кук ставит нам номер, а завтра что, заменят ее вообще? Немедленно откройте. Хорошо. Что ты предлагаешь? Предлагаю сказать нет. Я говорю, откройте! Мы не одеты! Ну! Да что ж такое? Да сейчас идем! Не ломайте дверь! Решайте! Все, девочки, я на репетицию! Откройте дверь! Немедленно! Добрый день! Извини, Варя, я рисковать не могу. Извини, Варя, я рисковать не могу. Ну, опоздали на полчаса. Я думал, будет хуже. А вы почему не переодеты? Мы отказываемся репетировать под вашим руководством. Ну что ж, дверь там. До свидания. Ничего, мы постоим. Постойте. Ребят, я вас совсем не знаю, поэтому давайте познакомимся. Сейчас каждый из вас выходит в центр и танцует свою любимую связку. Ну что, желающих нет? Тогда начнем с вас. Я? Да. Вас как зовут? Аня. Пожалуйста, Анна. Пойдем. Готовы? Да. Спасибо. Хорошо. Вы следующая. Хорошо. Вас как зовут? Наташа. Наташа. Скажите, вы когда-нибудь ставили русские народные танцы? Нет. А как же вы собираетесь работать с березкой, не понимая основы нашего танца? А может быть, в этом и есть мое преимущество? Я увижу то, что не видите вы. Я не зашорен рамками. Я придам вашему танцу новое обрамление. Я сломаю ваши старые формы, а на сломе их придумаю нечто новое, свежее и современное. Проявите уважение к лучшему ансамблю в СССР. Надеюсь, мы друг друга поняли. Можете продолжать? Надежда Петровна, как же так? Девочки, почему вы не переоделись? Так. Дорогие мои артисты, я хочу напомнить, что каждый из вас профессионал. Я призываю вас отбросить амбиции и заняться своим делом. И я надеюсь, что вы меня не подведете. Договорились? А вы? А я не буду мешать новому хореографу. Продолжаем. Следующий. Я. Как вас зовут? Иди-то там. А я и не думал, что ты так изменишься. Не понимаю, о чем вы. Ну, хватит ломать комедию. Мы с тобой не чужие люди. От судьбы не убежишь. И раз уж мы встретились. А я не верю в судьбу. Я верю в себя. А все, что было, не имеет значения. То есть ты хочешь сказать, что за три года, что мы с тобой не виделись, ты ни разу обо мне не вспоминала? Простой. Дай-ка подумать. Представляешь, ни разу. Малыш, карета подана. Сейчас, Марик. Слушай, мне очень жаль, но, к сожалению, я не могу тебя оставить в основном составе для гастролей. Что? Ну, учитывая все наше прошлое, учитывая все, что между нами было, мы не сможем работать вместе. Ты не можешь так со мной поступить. А я уже с тобой так поступил. Слушай, так будет лучше для нас обоих. Для нас или для тебя? Для нас. А вот теперь я узнаю прежнюю Эдиту. Какие-то проблемы? Нет, какие-то проблемы. Поехали, Марк. Поехали. Поехали. Ну, наконец-то. А то мы вас дождались. В десятый час уже. Володю долго с работы не отпускали. Привет. Привет. Могла бы сама приехать на электричке. Рит. Мам. Добрый вечер. Добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, молодцы, молодцы, что к нам приехали. Здесь все-таки и воздух, и тишина, и запахи. И до Москвы тут рукой подать. Ну, да, да. Беседку где будем ставить? Вот там будем ставить. Отличное место. Чемоданы. Куда? А, на второй этаж. Он полностью ваш. Пойду, чай поставлю. Да уж. Не обращай понимания. Она всегда найдет, с чем придраться. Ну, мы уже договорились, так что поможем твоему отцу построить беседку и... Она все равно успеет, нас даст. Лен. Я хочу уже сбежать отсюда. Лен. Без обуви не получится. Обещай мне каждое. Что? Что помиришься с матерью. Рит. Ну, что ты так нервничаешь? В отличие от некоторых, я не могу спокойно смотреть на то, как наша дочка лечит жизнь с этим... Так, нормальный парень. Согласился мне помочь. И Лену он любит. Он ее погубит. Я этого не допущу. Рит, мы их сюда позвали мириться, а та опять за старая. Ленку знает, она не простит тебя. Она мне еще спасибо скажет. Будь осторожна. Да, пока. Пока. Всем пока. А куда я там пошел? По делам. По делам? Ночью? Мам, ну не начинай. Ну, что ты? Да, у Володи ненормированный график. А, да. Здравствуйте, вы такси? Да, здравствуйте. А, до новых Чремушек не подвезете? Пять рублей. Но у меня только два. Я на бензин больше потрачу. Мам, я спать хочу. Садитесь. Спасибо, вы очень добрый человек. Ай, да я знаю, мне говорили. Академик так не сработаешь. Привет. Леша. Господи, все же поймут. Ну и плевать. Отвернись. Отвернись. Я поговорил со Светловой про отца. Ну и? Ну и мы поссорились. Я пытался. Честно, я пытался, Варя. Но я не могу. У меня не получается ее простить. но она же твоя мама. Да какая она мама? Я когда вспоминаю о том, чего она меня лишила, у меня просто... А чего она тебя лишила? У тебя квартира, машина, любимая работа. Варя, почему ты ее все время защищаешь? Варя, давай так, что ты вообще про это понимаешь? Ничего не понимаю, Леша. Я свою маму с пяти лет только во сне видела. А ты ведешь себя как неблагодарный, капризный и невоспитанный. Достаточно. Спасибо, я сюда не за этим пришел. Леша! Леша! Леша, подожди! Ну что такое? Я пришел к тебе поделиться. Поделиться тем, что меня мучает. А ты отчитываешь меня как маленького ребенка. Да я не хотела на тебя ругаться, Леша. Я просто хотела, чтобы ты понял, что без твоей мамы ты не стал бы тем, кто ты есть сейчас. Да, и может быть, я стал бы другим человеком, кинозвездой, музыкантом, космонавтом в конце концов. Но проблема в том, что она решила все за меня. Леша, все мамы решают за своих детей. Это нормально. Господи, ну почему? Почему ты всегда на ее стороне? Ну я люблю тебя. Я на твоей стороне. Ну ты почему-то думаешь, что твоя жизнь могла бы быть лучше? Ну почему, Леша? Ну тебе что, плохо живется? Варь, давай, пожалуйста, прекратим этот разговор. Потому что я слушаю тебя, а слышу я Светлову. Я не пытаюсь подражать твоей маме. Я такая, какая я есть. И извини, пожалуйста, я такой останусь. Я с тобой все. А я ухожу. Ну и иди, танцуй к своему. Евсееву. Может, у тебя жизнь лучше станет. Может, и станет. Чего это с ним? Просто пора перестать вести себя, как обиженный ребенок. Алексей, ты же знаешь, что Светлову отстранили. Да знаю, Геннадий Иванович. И что? Я не уверен, что у меня достаточно полномочий, чтобы принимать такое решение. А у кого их достаточно? У нового хореографа их достаточно? Не уверен. Геннадий Иванович, ну вы же не последний человек в коллективе. Работаете здесь не первый год. Или вы думаете, что кто-то будет против того, чтобы я вернулся? Да нет, конечно. Просто учитывая ситуацию вашего расставания со Светловым. Это было два года назад. Я уверен, об этом все уже забыли. А новый хореограф будет рад принять меня. Но формально-то Светлова по-прежнему руководитель. А директор Березки вы и ваша задача работать на благо ансамбля. Это значит не отказывать лучшему танцору СССР в работе. А Надежда Петровна, я уверен, будет рада, когда я вернется. Ну, в крайнем случае, уволите меня еще один раз. Ладно. Отнеси трудовую книжку в отдел кадров. Будем оформлять. Вот это слова мудрого человека. Геннадий Иванович, спасибо. Слушайте, а детки нет. Странно, она больше всех старалась, ему понравится. Кстати, вы знаете, вы знаете, говорят, все, кто из списка в номер? Точно пометят в Америку, остальные, ну, как получится. Я не понимаю, по какому принципу этот кукиш отбирал людей. Горшкова! Можете не беспокоиться, вы в списке. Я решил дать вам шанс, и у меня для вас есть отличный характерный кусок. Вы даже не видели, как я двигаюсь. Видел. Я пересматривал ночью все записи с ваших концертов. И могу с уверенностью сказать, друзья, что вы очень слаженно работаете, и вы профессионалы. Но в кое в чем Надежда Петровна не права. В каждом из вас есть индивидуальность и очень особенные черты, скажем так. Ну, я имею в виду про тех, кто попал в списки. Было бы очень любопытно услышать, что вы думаете по поводу моей хореографии. А вы кто? Алексей Покровский. Покровский. Да, я слышал. Но я думал, что вы ушли из Березки. Да. Ну, вот решил вернуться в родные пенаты. Если вы, конечно, не против. Я не против. Я думаю, что вы усилите мою хореографию. Благодарю. А теперь, друзья, все в зал. Привет! Друзья, сейчас мы вам покажем основы брейк-данса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Друзья, я сделал некоторые вырезки из газет, из журналов, из комиксов и хотел бы ознакомить вас с современным западным искусством. Подходим, смотрим, наслаждаемся, впечатляемся. Пожалуйста. 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 Простите, и вы хотите, чтобы и мы так же были одеты? Не обязательно. Моя задача не потерять вашу узнаваемость, но сделать вас более интересными и современными, и близкими для западного зрителя. Зачем? Мы же нравились всем такими, каким и есть. А может, не нравились, и они хлопали нам из-за вежливости. Друзья, то, что работало вчера, не факт, что сработает сегодня, а уж тем более, не факт, что сработает завтра. Тогда давайте просто смотреть в будущее и работать на сто процентов с полной выкладкой. Вы как? Понятно. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Да? Можно? Ты что-то хотела? Наблюдаю за вашими успехами, товарищ Кук. По-моему, интересно получается. Что касается успехов, мы многому научились за это время. видишь? Видик, что видеосалон открываете? Нет. Откуда такая роскошь? У Миронова выпил для работы. Яна, мне некомфортно в состоянии войны. По-моему, нам есть о чем поговорить. Все нормально. Я все забыл. Никакой войны между нами нет. Это все, что ты хотела сказать? Нет. В Москве открылся новый грузинский ресторан. Ты же любишь грузинскую кухню. Замечательно. Я буду иметь в виду. Я тебя приглашаю. Там мы поговорим. Может, хватит, а? А ты меня боишься? Нет. Сей, сын. Девчонки, а вы не знаете, что с Катей происходит? Я ей сейчас тяжелее всех. Чего это я тяжелее всех? А ты не знаешь. Человек в последней гастроли. Вот работает на износ. Девчонки, ну так это же здорово. Нужна выйти новая солистка. Это шанс для всех нас. Девчат, давайте сходим к Светловой. Она так давно не появлялась. Такого еще никогда не было. Не получится. Володя сказала, что она куда-то за город уехала. Я работать. Варь, может, поговорим? Говори. Ясно. Ты, кстати, зря стараешься. Светлова и нет, так что этого все равно никто не оценит. Я это делаю для себя? А ты еще не у Евсеева? О, а я думал, что все разошлись по домам. А вы тут репетируете. А ты молодец, Горшкова, молодец. Похвально. Ян Брунович, скажите, а я могу свою партию танцевать с Риналем, а не с Покровским? Очень хорошо. Ян Брунович, скажите, а я могу свою партию танцевать с Катей, а не с Горшковой? Ну, хорошо. Я подумаю. Спокойной ночи. Привет. А ты куда такая нарядная? По делам. Так, может, тебя подвезти лучше? Не надо, я сама тут недалеко. Что-то ты темнишь. У меня деловая встреча. Ну, ну. Я серьезно. Не смей на меня дуться. Давай завтра увидимся. Ты помаду размашешь. Потерпи, до завтра. Давай. Точка. Точка. Мужики, работаем. Ну что, старик, как те мои ребята? Ну что, старик, как те мои ребята? В ФРГ, а? Мы тебя по центру поставили. Валя, был я в твоем ФРГ. Кто же еще раз откажется? Или ты что-нибудь на родине забыл, а? Я вернулся в Березку. Так что номера я тебе поставлю, но на гастроли с тобой, извини, не поеду. Ну что, старик, как знаешь. Ладно, если надумаешь еще раз уйти из Березки, дай знать. Спасибо. Людка, Рома. Здравствуйте. 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 Что будете заказывать? Я бы выпила вина. Два бокала красного сухого, пожалуйста. Бутылку. Бутылку. Спасибо. Что-то не так? Ты какой-то напряженный. Ты вроде о чем-то поговорить хотела. Ян, ты видел, как я танцую? Лучше многих в Березке. Мне очень важны эти гастроли. И я хочу участвовать в твоем номере. Я понимаю, что прошлое не вернуть. Но оно ведь и есть. Не пытайся его забыть. Ян, мы с тобой не чужие люди. Да, подходит. Откроете, пожалуйста. Не надо открывать. Мы заберем с собой. Спасибо. Спасибо. КОНЕЦ Друзья, тост. Давайте выпьем за наших ребят в Афгане. Жалко, ребята. А это у меня сразу встречный тост. Готов? Чтобы как можно быстрее прекратили эту бессмысленную войну. Бессмысленную войну? Да. Опять нахватался своей антисоветчиной. Может тебе перестать уже, Саша, слушать голос Америки? Миш, Миш, ну не кипятись. Ну сейчас такое время, все так быстро меняется. Я с Сашей согласен. Что меняется? Больше не надо родину защищать? Если мы уйдем из Афгана, там тут же появятся американские базы. Войду покурю. Вот опять завел свою балалайку. А слышали, по телевизору снова будет показывать КВН. Помнишь, пап ты рассказывал? Я помню эту передачу в 60-е. Угу. Физики против лириков. Хорошая была передача. Мы все студенты мечтали туда попасть. А папа играл в КВН. Я не понимаю, как это можно смотреть. Сплошная опошлятина. Самодеятельность. Телевидение опошляет. Маргарит, ну а что? Интересно, между прочим, посмотреть на то, как молодые на мир смотрят. А, между прочим, они острый на язык. Да, ребят? Да. Да. Да, мы молодежь, мы такие открыты всему новому и лишены старческого приезжания. О, действительно острый на язык. Че их горут камень? Ой, Володя, ты сейчас так правильно сказал. Ну так правильно сказал. Да. Так, ну что, уже поздно, давай. Мы, пожалуй, домой уже пойдем. Спасибо вам большое за ужин. Все было очень замечательно. Отвезешь? Конечно. Только зачем пойдем? Давайте я вас отвезу. Ой, это будет очень великолепно. Нет. А на пассажок? Ну давайте, на пассажок. Леночка, у тебя очень хорошая ночь. Миша, ну где ты там? Ну хватит курить. Давай выпей. Давай съешь ты. Вот ты сядь и поешь. А я помню, что ты мне тогда на свадьбе устроила. Пришла в ЗАГС в ФАТЕ, как невеста. И крутилась везде рядом с нами. А потом лезла в кадр, когда мы с женой фотографировались. Потому что эту свадьбу ты обещал мне? Обещал. Ну, так сложилось, прости. А зачем? Зачем ты хотела мою свадьбу-то расстроить, а? Потому что я была обижена. 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 А я потом искал тебя, а ты куда-то убежала. Уехала в Москву. Прямо из ЗАГСа в свадебном платье. Решила искать счастье здесь. Ну и как нашла? Кстати, слушай, а что это за парень, который забирал тебя? А ты ревнуешь? Чуть-чуть. Ты, между прочим, сам женат? Да. Но все эти годы я думал о тебе. Кислородные процедуры. Толя, какая тишина. Ты на завтрак спустишься? Не хочу отсюда уходить. Толя, какая тишина. Ты на завтрак спустишься? Если она не идет на завтрак, то завтрак идет к ней. Толя, как тебе разрешили вынести его из столовой? Еще бы они не разрешили. Санаторий у нас не полюберушный, но уровень гостей понимают. Это, конечно, не круассана из Парижа. Есть можно. Толя, это лучший мой отпуск. А с чем тебе сравнивать? На моей памяти он первый. Ой, ой, ой. Все дергаешься? Чего? У станка бы так стоял, говорю. Да, одно другому не мешает. Дать бы тебе по жопе, летел бы через пять ступенек. Это брейк-данс, Лариса Алексеевна. Наш новый танец. Да знаю я. Ужас, а не танец. А кукиш этот ужас на гастроли брать хочет. Шутишь? Нет, к сожалению. О, теперь я понимаю, зачем ему нужны эти эскизы. Смотри. Ужас. Это не ужас, а ужас, ужас и ужас. Вот, смотри. О, он бы еще костюм березки предложил. А вот, балалайка. Лариса Алексеевна, может все-таки поговорить со Светловой, а? Нет, она просила ее не тревожить. Не думала я, что доживу до такого времени в березке. Понимаешь, Леха, для того, чтобы чего-то добиться в жизни, нужно обязательно чем-то пожертвовать. Вот я, была у меня девушка в Омске. Блондинка, красавица, все при ней. И такая у нас с ней любовь была неземная. А я тут на эстрадное отделение в Москве поступил, и мне вот-вот на днях уезжать. Уехал. Три раза билеты сдавал. Опоздал на месяц, думал выгонят, еле уговорил. А она что? Вышла замуж за летчика через полгода, родила ему двоих детей и все. Ну да. Вот с ними всегда так. Ты для них в лепешку разбиваешься, они этого не ценят, только пользуются. Ну тебе-то повезло, а ты высидел сейчас в твоем Омске. Подожди, а ты что-то против Омска имеешь? Ты сам откуда? Валь, да сам я из-под Саратова. О! И вот смотри, сидим мы сейчас с тобой вдвоем в лучшем ресторане Москвы. Пьем коньяк. И все почему? Потому что Валентин Ларин звезда советской эстрады. Кстати, давай за меня выпьем. Давай за тебя. Поймешь, хватит уже. А-а-а. Ты думаешь, я не знаю, что у тебя в голове? Ты считаешь свою березку чем-то настоящим, а я так легкие песенки пою, да? А вот неправильно считать эстраду легкомысленным жанром, понимаешь? Ты знаешь, сколько Пугачева зарабатывает за один концерт? А? Ну, сколько? Ну, рублей сто. Отшибся раз в пять, понимаешь? А это четыре зарплаты советского инженера. Она упакованная вся, у него иномарка, квартира в центре Москвы с видом на Спасскую башню. Дача на море и японская техника. А самое главное, непомерная любовь советского народа. И мы эту любовь превращаем в капусту в кошельке. Потому что все из нас хотят жить хорошо. Понимаешь? Ну, тех, кто за идею, тоже хватает. Я тебе отвечу. Не-не-не, ну все-все-все-все, мне на репетицию еще. А ты же... Ну, так я же профессионал. Мне бы только чем-нибудь заживать. А, ну да-да-да. Жуй-жуй давай, жуй. Давай. Можно я тебя на секунду? Что случилось? Дело есть. Мне очень нужна твоя помощь. Отведи меня, пожалуйста, к своему Мирону. Варь, ты с ума сошла? Пожалуйста, мне очень надо с ним поговорить. Это касается березки. Ну, пойдем. На открытии фестиваля в Большом зале Ленинградской филармонии концерт-листа номер два для мажор в сопровождении Государственного камерного оркестра под управлением народного артиста РСВСР Станислава Коркоянко исполнил ученик средней специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории Сергей Грибульев. Юрий Андреевич, там из березки к вам. Он сейчас шестнадцать лет. Он учится в десятом классе. Заходите. Ты только не ляпай, ничего лишнего. То, о чем мы договаривались. Ну, вперед. Юрий Андреевич, я прошу вас снять Яна Кука с подготовки к гастролям и вернуть нам Надежду Петровну. На каком основании? Человек не понимает, что такое березка. Его номер эти, костюмы балалайки. Да он все превращает в какой-то балаган. И в Америке нас поднимут на смех и будут правы. Угу. Мария, ну прости. Варвара? Михайловна. 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 Давайте оставим в стороне ваши эмоции. Ян Кук, заслуженный артист Эстонской ССР. Профессионал. Проходил стажировку в Скайдму колледж в Нью-Йорке. Старейшая танцевальная школа, между прочим. Он лучше нас с вами понимает европейскую специфику. И точно знает, что интересны их зрители. Да, но при чем здесь… Да, слушайте. Я вчера был на совещании в отделе пропаганды, где решался вопрос о Светловой. И она тоже там присутствовала. Ей давали слово. Так, и что она сказала? Ни-че-го. Она могла сказать все, что хотела. Пригвоздить всех одним словом, как она умеет. Но она промолчала. А почему она так сделала? Я думаю, она засомневалась в себе. Это же Америка. А Ян Кук точно знает, что он делает. Поэтому простите меня, Варвара… Михайловна. Я считаю ваше мнение по поводу его хореографии вкусовщиной. Да? А я так не считаю. Девушки, а пойдемте пообедаем. Нам надо на репетицию. Сегодня такие купаты в столовой. Лучше ресторанных. Спасибо за прием. Всего хорошего. Я же тебя просила. А ты как всегда напролом. Ну прости, пожалуйста. Неужели Светлова одобрила Кука? Я была уверена, что ей его навязали. Это может сказать только Светлова. Или отдел пропаганды ЦК. Ты что? Кто тебя туда пустит? Должна же быть какая-то причина. Слушай, может ее заставили, ну знаешь, припугнули чем-то, надавили. Светлова. Ну а что тогда? Кать, в этом надо разобраться. Потому что, по-моему, никто не понимает, что такое березка. Тогда тебе прямая дорога в газету. И пойду. Надюш, я же вижу, как ты устала. Время сейчас такое. Надо притормозить, осмотреться, подышаться. Может что-то изменить в своей жизни. Изменить? А что ты имеешь в виду? Жизнь меняется и диктует новые правила. А ты не хочешь под них подстраиваться. Вот что из этого получается. Подстраиваться – это значит изменять себе. Не все стенки нужно и можно пробивать лбом. А я не собираюсь. И потом, ты видишь, я не мешаю им использовать мой ансамбль. Я далеко от него. И другой я не стану. Да, мир меняется. Но я не уверена, нужно ли новому миру то, что есть у меня. Может, пора оставить все и пожить для себя. Может, пора оставить все и пожить для себя. Я повторяю это уже двадцать лет. Раз в пятилетку. Пожалуйста, прошу тебя. Выходи за меня. Толя, ты же знаешь, как я ценю тебя. И все то, что ты для меня делаешь. Не сейчас. Я не готова. Нужно наладить отношения с сыном. Прости. Ну, прости. И вот вы поймите, теперь все ломается, потому что без Светлова и наш ансамбль не может ничего. Только она способна создать новый, яркий, профессиональный танец для таких важных гастролей. А почему вы не записываете? Это же очень важно. У меня хорошая память. А? Говорят, у Светлова в ансамбле армейская дисциплина. Это правда? Ну, я не знаю. Я же в армии не служила, но... Но она строго с нами, да. Репетировали днями, ночами. Даже до обмороков многие доходили. А некоторые девочки просто уходили из ансамбля. Не выдерживали режима. Но понимали же, ради чего это все. А теперь... Скажите, а правда, что кто-то из ансамбля ушел из семьи? Ну, конечно, кому-то приходилось выбирать между танцем и личной жизнью. Но это же у многих людей случается, вне зависимости от профессии. Простите, а это какое имеет отношение к текущей ситуации? Ну, все детали важны. Чаю хотите? Спасибо. А вы вроде в известиях работали. Да. Было дело. Теперь здесь. Начальником отдела. Поздравляю. Вера! Давай, давай. Здрасте. Привет. А я тут твоих подружек задабриваю. Чтобы они про тебя мне правду говорили. И теперь я все-все про тебя знаю, да? Угу. Ну, я вас оставлю. Маша! Да. Спасибо. Ты еще приходи. Угу. Вообще-то я тебя сюда не приглашала. Точно. Я прилетел из командировки, соскучился по тебе. Мы договорились встретиться у меня. А ты почему-то здесь. Ну, у меня была репетиция. Я устала. Ага. Ну, только все уже давно вернулись с этой репетиции. А я не все. Сейчас мне нужно работать, как никогда. Ну, что ты злишься? Я соскучился. Поехали ко мне. Я устала. А поцелуй? Марик. Ну, хорошо, хорошо. Не буду тебя отвлекать. На выходные к друзьям еду на дачу. К коллегам. Хочу тебя с ними познакомить. Так что... А вот платье. Красивое. А поцелуй? Я позвоню. Володь. Возьми меня с собой. Нет, Лен. Ну, пожалуйста. Я не могу. Лен. А у нас кому-то по ночам дома не спится. Мам. Что мам? Не вмешивайся, пожалуйста. Может быть, тогда объяснишь, куда каждую ночь твой муж сбегает. Ходит налево, тебе сказки рассказывает. Посмотри на себя. Посмотри, на кого ты стала похожа. Смотришь на него, как собачонка в рот. Где твое достоинство? Мам, хватит. Так, что за шум? Да я просто не могу спокойно смотреть на то, как наш зять куда-то каждую ночь пропадает. А, Маргарита, они взрослые люди. Сами разберутся. Ну, конечно. Вот только дуру из меня не нужно делать. Уже не стесняюсь. Уходят каждую ночь. Слушайте, я таксистом подрабатываю. Понимаете? Таксистом на кооператив копим. Съехать от вас хотим. Вот ты всегда вмешиваешься туда, куда тебя не просят. Володь, подожди меня. Я не хочу здесь оставаться. Алексей, поезжай к матери и помирись с ней. А если не поеду? Тогда что? Скоро у Березки гастроли в США. Как думаешь, если у тебя возникнут проблемы с выездом из СССР, Ринальд сможет исполнить твой номер? Анатолий Борисович, вы… Это нечестный прием. Согласен. Леш, тут и жалуешься, что до двенадцати лет не знал матери, а теперь отталкиваешь ее. Умирись. Ты вернулся в ансамбль, рано или поздно все равно придется это сделать. Почему не сейчас? Пожалуйста, не говори, что я тебя об этом попросил. Попросил. Шеф! Куда? Сколько? Одну, две. 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 Пакуйна. Пакуйна. Мои. Володя, давай сюда. Ага. Держи. Держи. Вот так. Ага, ну что, Лена-то успокоилась? Успокоилась? Злится. А Маргарита Павловна? Что Маргарита Павловна? Перила меня всю ночь, потом утром собралась и к косметологу уехала. Ну, она думает, что она так лучше делает. Слушай, Володь, я вот что подумал. Возьми у меня денег в долг. А, у меня есть, у меня есть и сбережения, и на сберкнижки. Нет, спасибо, но я сам заработаю. Нет, я к тебе это очень уважаю. Ну, сам подумай. Ну, вот сколько тебе нужно таксовать, чтобы на это заработать? А так сразу войдете в новую квартиру. И потом? Потом будешь мне потихонечку отдавать. Ну, вот даже не возражая. Ну, я правда, я от всей души. Я же Елене давал деньги, когда нужно было. Мне для детей ничего не жалко. Лена брала у вас деньги? Лена брала у вас деньги. Анатолий сказал, где я. Да, выдал под пытками. Мам, давай поговорим? Хорошо, пойдем. Садись. Леша, я искренне любила твоего отца и хотела быть с ним. Хотела. Но пойми, я не видела себя в Америке. Понимаешь? Кто я там, зачем я там? Что мне делать, когда я выйду за порог дома и столкнусь с людьми, которые говорят на другом языке, думают иначе? Да, язык можно лучше. Леша, ну пойми меня. Мне было тогда очень тяжело принять решение. Очень. Но по-другому я не могла. И я приняла решение остаться с тобой здесь. А ты связываешь нас. Ты часть нас. Мам, прости. Я вел себя как эгоист. Леша, мне тебя очень не хватает. Может быть, ты вернешься? Я с тобой, мам. В Березку. К нам. Домой. Я вернулся. Ты вернулся к Варе? Нет, мам. Я вернулся в Березку. К тебе. Вас как зовут? Владимир. Владимир Леонидович. Владимир Леонидович. Владимир Леонидович. Не боитесь подрабатывать таксистов? Нет. А должен? А вы слышали про новое постановление ЦК? О борьбе с нетрудовыми доходами? А где же они нетрудовые? Вы же мне деньги не за красивые глаза даете? Это мы с вами понимаем. А там, наверху, ничего не понимают. Если бы мне зарплата позволяла, я бы не бомбил. В том-то и дело. Система разбалансирована. Но делать нечего, им придется разрешить. Что? Все. Предпринимательство, частную собственность, свободный рынок. Это же какой-то капитализм. Иначе страна развалится. Вас как зовут? Егор. Егор Тимурович. Егор Тимурович. Наша страна нас с вами переживет. Наших детей, детей, детей. И вот так до бесконечности. Смотрите, это люрекс называется. Смотрите, а вот здесь вообще нет шва. А вот здесь, смотрите, что сзади. А где купила? Папа привез. Он привез из Франции. Ух ты. Потрясающе. Спасибо. Да, здорово. Красивая кофточка. Привет, Володь. Привет. Здрасте. Привет. Наконец-то заметил. Смотри, что сзади. Бантик. Французская. Я вообще раньше многого не замечал. Володя, ты чего? Можно тебя на минуточку? Придешь домой, запиши все суммы, которые брала у отца, пожалуйста. Ты о чем, Володь? О чем? Лен, мы семья. Да. Семья, правильно? То есть все решения мы принимаем вместе, так? Да. Вот давай сейчас договоримся. Мы больше не будем брать деньги у твоего отца. Прекрасное молчание – знак согласия. Я понимаю, у нас сейчас не самое лучшее положение, но мы всего добьемся сами. Да, нам придется поработать, но мы добьемся. А твоему отцу мы все вернем. Володь, а я всего и не вспомню. А ты постарайся. Девчонки, привет! А я проспала. Дед, чего ты меня не толкнула? Жалко тебя, что ли? А чего у вас там за кружок по интересам? Девчонки, вы чего? Что происходит? Лен. Да ничего, Варь. Ничего. Простите, вы позволите мне на минуту вашу газету? Да, конечно. Ой, это же вы. Катенька. Статья твоих рук дело? Катюша, давай присядем и спокойно все обсудим. Катя, это центральная газета. Подобные статьи обязательно обсуждаются наверху. Ну, ты читал ее? Визировал? Мое мнение, в этом вопросе мало что значит. Зачем вы это делаете? Зачем вы разрушаете то, что она так долго создавала? Уж тебя успокойся. Березка это голос страны, который слышит на западе. И нам не все равно, что он говорит. Вы боитесь ее? Мы ей не доверяем. Да, вы боитесь ее. И всегда боялись. Послушай меня. Сейчас все очень серьезно. На Светлова ищут компромат. Журналисты нашли какие-то старые документы о связи ее с иностранцами. И, скорее всего, после гастролей ее снимут с должности. И кем заменят? Этим формалистом куком? Может быть, и тобой. По словам Варвары Горшковой, Березке необходим новый руководитель. Более прогрессивный, открытый к переменам. Все устали от диктата Светловой, которая ввела ненормированный рабочий график, изнуряла танцоров голодом, особенно Горшкову, и тренировками, а также препятствовала построению личной жизни. Бедный, Горшкова, ты устала от репетиций? Тебя изнуряли голодом, а еще личную жизнь не давали построить. Ну-ка, дай сюда. Держи. На память. Да, Горшкова, из тебя журналистка такая же, как и танцовщица. Я этого не говорила. А я сразу не поверила, что ты могла такое наговорить. Ой, давайте, успокаивайте ее, все! А что сейчас будет после этой статьи? Что? Знаешь, глупо, конечно, но... Я считаю, что ты единственное сказала правду. Так что уважуха. Ты что, дурак? Ты правда думаешь, что я могла сказать такое про Светлова? Нет, ты не дурак, ты полный идиот. Дорогие друзья, я попрошу вас сейчас минуточку внимания. Мне сейчас же надо ехать к Светлову и все ей объяснить. Да, мы с тобой. Я попросил минуту вашего внимания. Едем сейчас же. Прекратите этот балаган. Я вас всех уволю к чертовой матери. Вы не можете нас уволить, вы не наш худрук. Может быть, вы проявите хотя бы немного уважения к хореографу? А тебе что, вообще плевать на Светлову? Нет, мне не плевать. Просто, может быть, я не схожу по ней с ума, как некоторые. А ты сотворила себе идола какого-то и молишься на нее, считаешь ее безупречной, так? Какое право ты имеешь ее судить? Ты в жизни сначала сделай хоть тысячную того, что сделала она. А никто ее здесь не судит. Просто тебе пора вырасти из коротких штанишек, отцепиться от мамкиной юбки и начать жить самостоятельно. Ты заткнись ты, а? Я иду в зал и всех вас жду там. Поехали. Слушай, ну, в принципе, неплохо, но я думаю, может заменить нижнюю на свайп. Если бы ты свайп сделаешь, то, в принципе, будет неплохо. А ты что с ними не пошла? А я не привыкла плясать под общую тутку. Есть проблемы поважнее. Ну и какая же проблема? Слушай, ты не мог бы, пожалуйста, оставить нас на минуту? Поговорим быстренько. Спасибо. Пока. Ну, и какая проблема? У меня задержка. Я тебя поздравляю. Это я тебя поздравляю. Ты скоро станешь папой. Я... Ты уверена, что это я? Уверена. Я не могу. Я женат вообще-то. Ты же клялся, что разведешься. Да, и я разведусь. Но я не могу просто так... взять и... Слушай... Надо что-то с этим делать. Аборт, допустим. Знаешь, я вот вообще не удивлена. Ты каким был, таким и остался. Она обещала с рекора бы, а теперь в кусты. Только я уже не та. Не та наивная девочка. Если ты хочешь мой аборт, придется заплатить. Да, ну ты мне скажи, сколько и я... Нет, ну так просто ты не отделаешься. Я хочу на гастролях. Танцевать соло вместо Кати. Слушай, ну это невозможно. Просто... Ну ничего. Время есть. Ой. Так вот, ребенок не подождет. Чего-то кольнула. Ой. Здравствуйте. Что здесь происходит? Надежда Петровна, мы собирались к вам. Я вижу, вы одеты все для репетиции. На каком основании вы ее срываете? Вы видели статью в газете, они... Разве какая-то статья может стать уважительной причиной для срыва репетиции? Но ведь они все переврали. Для вас сейчас самое главное – это подготовка к гастролям. Остальное не важно. Но... Я прошу вернуться всех в зал. Прошу. Надежда Петровна, неужели вы ничего им не ответите? Варя... Если ты хочешь чего-то добиться в искусстве, перестань реагировать на сиюминутные вещи. Сегодняшние газеты завтра могут оказаться в мусорном бедре. Так стоят они такого внимания? Ну что? Конечно, Светлова никто возразить не может. Дорогие артисты, все меня поняли. Тише, тише, ребята. Что? Что? Да. Приступайте к репетиции. Надежда Петровна, я с Покровским больше танцевать не буду. Решайте, кто останется в ансамбле – или я, или он. Что? Я с ним больше на одну сцену не выйду – или я, или он. А не много ли ты на себя берешь, девочка, а? Алексей! Какую проблему на этот раз ты создал? На этот раз проблема не во мне. Ну, я согласен. Я с Гашковой танцевать не буду. Уходите оба отсюда вон. И заберите с собой все. Ваши детские обиды, вашу гордыню, вашу незрелую любовь, чтобы ничего здесь не осталось. Вон. Редактор субтитров А.Семкин